Уже дальше надо решать, как жить дальше. Многие вещи в понимании изменятся. Многое, что изменится, в понимании вещей. Поэтому сейчас не надо об этом думать. Это будет еще один виток, улучшение ситуации. Надо думать о том, как ощущать свое сердце. Это может показаться очень неожиданным решением и тяжелым для понимания вещей. Но это единственный выбор для править. Сначала поправить здоровье. Без здоровья невозможно жить нормально. А потом, дальше поправить здоровье, нужно заниматься работой над собой. А потом дальше все будет решаться. Когда человек живет в невежестве, это безнадежно. Из три слоя жизни. Жизнь в невежестве означает, что люди не любят друг друга, ругаются. Люди живут в тяжелых отношениях. Мужчина обычно пьет, женщина не пьет, не пьет, не пьет, не пьет. Невежественная жизнь означает, что нет веры. И они во что не верят. Они не работают над собой. У них неправильные привычки, неправильные взгляды на жизнь. Они получают счастье от просмотра телевизора. Они получают счастье от утрепления, какие-то секансы и так далее. Такая жизнь, это как попытаться выбраться из колодца, поросшего трогой. Теплого колодца, поросшего трогой. Просто это сравнение такое индийское. Теплые колодцы, потом, когда накончалась вода, там движет, двигается воздух постоянно. Потом этот колодец бросает, он поросает кровой. И путник, если не знает об этом, может куда проголиться. Крова сначала расходятся, а потом сходятся. И ни звука не слышно, ничего. То есть человек не может вырваться. Безнадежная ситуация. Так и здесь тоже. Жизневерство – это безнадежная ситуация. Единственный выход – это очищать свое сознание. Готовить грязные посуде, прокопченные, невозможно качественно. Жизневерство не может дать качество. Поэтому нет смысла говорить о том, что делать с этим. В плане отношений. Отношений никаких нет, ведь быть не может. Ничего не изменится, даже какие-то советы не давали. Ничего не изменится. Жизневерство – это полная безнадежная ситуация. Люди в неверстве живут в ненависти друг к другу. Они злятся друг к другу. Почему? Потому что их жизнь поставит нас и равнена проблемами, которые не решаются. Так что он живет в неверстве, он не решает проблемами, потому что он не работает над своим сердцем. Проблемы попятся, становятся тяжелее и тяжелее. Тяжелее и тяжелее. Все сказано. То есть там тяжелые болезни, огромные излечения. Вот и все. Жизневерство означает, что люди не понимают, что сначала духовная жизнь, а потом материальное развитие. Они устремляются к материальному развитию, начинают много работать, пытаются материальными способами решать все проблемы. Думают, что если будет много денег, значит будет хорошая, счастливая жизнь. В результате появляется усталость, перенадвижение, разрушаются отношения, люди теряют силы, в конце концов опять же теряют здоровье, начинают раздражаться друг к другу, начинают скандалы. Когда люди находятся в страсти, у них нет глубоких отношений. Отношения основаны только на наслаждении друг к другу. В личной жизни вселенное наслаждение друг к другу заканчивается через 4-5 лет. Люди уже не могут так сильно наслаждаться друг к другу, как раньше. В результате у них теряется мотив от офицера друг к другу, у них теряется интерес. Они начинают ругаться, искать в себе кого-то другого, мечтать о разрушении семьи. Поэтому сейчас 80% разводов у нас в стране. Почему? Потому что люди живут неправильно. Можно ли договориться с человеком, когда ваше отношение к страсти? Договориться невозможно, потому что отношения формальны. Люди с друг к другу строят отношения просто для достижения своих целей. У женщины какая цель? Чтобы были дети, была квартира, был в достаток. У мужчины какая цель? Чтобы были деньги, была возможность, как бы, власть и силу успеха. Есть также желание наслаждаться делом друг к другу, сексом, как и так далее. Все это не означает отношения. Это использование, эксплуатация друг к другу. Никаких отношений в этом нет. Раз нет отношений, значит невозможно договориться. Отношения формальные. Люди договариваются формально друг к другу. Глубокого понимания друг друга нет. Каждый понимает только себя. Поэтому они спорят. Что значит спорить? Это доказывать счастье свое, счастье в ущерб другого. Говорят, мое счастье лучше. А счастье у мужчины, у женщины, и противоположных. Что значит, чего хочет женщина, от того страдает мужчина. Чего хочет мужчина, от того страдает женщина. Стать договориться невозможно. Каждый пытается тянуть свою сторону. Я чувствую, что все вопросы, которые вы мне задаете, придется отвечать всю лекцию. Я собираюсь жениться на женщине с ребенком, 6 лет. Который постарал отец. Как лучше общаться с мальчиком, чтобы было легче принять эту жизнь. Это я могу ответить. Надо понять, что есть три типа отношений. Есть отношения старшего к младшему. Эти отношения должен принять младшего. Когда младший принимает отношения, тогда можно строить отношения старшего. Если младший не принимает, эти отношения невозможны. Поэтому сначала нужно строить отношения равных, как с другом снимать себя вести. И не вмешиваться в его воспитание. Постепенно, когда он тебя принимает, он начинает тебе относиться близко к ребенку. Когда постепенно он сам понимает, что нужно относиться как к старшему. Потому что у тебя больше жизненного опыта. Ты можешь ему что-то подсказать. Когда он принимает тебя как старшего, постепенно ситуация может дойти до такой, что ты можешь даже как-то и вот чуть-чуть наказывать. Но чтобы наказывать серьезно, для этого года пройти должны отношения. Если вы будете по-другому себя как-то вести, навязывать свое старшинство, то будет рожден. Обычно через эти отношения запускается карма. То есть, если, допустим, семья разрушена, то дети страдают от этого больше всего. Поэтому, соответственно, родители должны за это отвечать. И через ребенка действует карма. Ребенок провоцирует конфликт. Почему? Потому что он против насилия. То есть, если, естественно, врожденно, родители любят своих детей, они могут и поспитывать из-за этого. Потому что есть уборья. То уборь к чужому ребенку, она развивается очень медленно. И поэтому воспитывать его нет санкций сначала. Надо без санкций дождаться с помощью аскезов, ношений. Как растить ребенка не для себя? Как не считать, что он что-то должен вернуть от дар власти? Как поступать? Перестать разочаровываться и не ждать, чтобы ребенок был таким, каким он не хочется. Ну и сейчас вопрос, правда, не пройдет. А вопрос про себя. Потому что все, что вы говорите, это уровень развития личности. Когда человек живет в невежестве, он очень сильно привязывается ко всему и ждет. Очень сильно от других, счастья от других. Чаще всего он настолько сильно ждет, что он раздражается по мелочам. И поэтому люди в невежестве постоянно скандали, дарятся. У них нет какого-то непостоянного, недовольного, ненавидят друг друга. Потому что сильно ожидают счастья друг от друга. И от этого общества, жизни в этом мире. Люди в страсти тоже настроены на внешнем восприятии. Они не внутри себя счастья ищут. Они ищут друг от друга тоже. Но у них больше внутренней работы, у людей в страсти. Поэтому они могут договариваться внешне. Но все равно очень сильно привязаны друг к другу. Люди в страсти привязаны к детям. Чем больше привязанности к ребенку, привязанность означает не желание отдавать ему любовь, а желание пользоваться его детской энергией. Понимаете, что такое детская энергия? Энергией счастья. Ребенок, безусловно, дает энергию счастью. Просто дает ее и все. И если человек хочет наслаждаться от энергии, от этого наступают все виды страданий. Потому что ребенок, представьте себе, он же неразумное существо. И он видит, что родители зависят от него. Он начинает их эксплуатировать. Почему родители пользуются этой энергией счастья? Потому что у них нет другого счастья. Они не научились счастья прорабатывать изнутри себя. Поэтому они живут счастьем, которое испытывают от своих детей. Это счастье означает привязанность. То есть детям надо, наоборот, служить. То есть надо вот эту энергию счастья трансформировать в желание служить ребенку. А желание служить означает воспитывать его, заботиться о нем, делать его хорошим человеком. Но чаще всего родители зависят от настроения ребенка, зависят от его поведения. Потому что ему хорошо и всем остальным хорошо. Ребенок это центр жизни в семье. Ребенка хорошее настроение, у всех хорошее настроение. Ребенка плохое настроение, у всех плохое настроение. Так или нет? Так. Означает зависимость. Означает, что он генератор счастья. Почему так? Потому что от его киева, от его психики, исходит энергия счастья. Так как хорошее было. Дети излучают счастье. Три типа людей излучают счастье в этом мире. Все стороны не излучают. Генераторами счастья являются. Самое большее всего счастья дают людям дети. На втором месте кто? А? Беременная? А нет, не беременная. Молодая девушка красивая. На втором месте девушки. Красивые молодые девушки. На втором месте. Означает счастье. Идяется источником наслаждения. На третьем месте мудрые люди. Мудрость тоже вызывает счастье. Если человек достиг совершенства в жизни, то он тоже испытывает. Не будет не испытывать его счастье. И все эти объекты счастья, они все привязывают, все приковывают. Люди испытывают счастье от детей, от молодых девушек и от мудрых людей. Если мудрые люди дают возможность поменять свою жизнь, то два таких объекта не дают такой возможности. Дети привязывают к себе и потом пользуются этой привязанностью, становятся эгоистами. Женщины точно так же пользуются привязанностью, чтобы создать семью, дожать детей. Вот. Это как действует судьба. Но если говорить о счастье уже, то это совсем такое. Счастье не означает, что мы к кому-то привязаны. Счастье означает, что мы служим. Когда человек служит ребенку, он не зависит от его настроения. У ребенка плохое настроение, он спокойен. У ребенка хорошее настроение, он тоже спокойный. Почему? Потому что его цель не отрицать подглудку настроения ребенка, а менять его в лучшую сторону. Как это возможно? Для этого нужно иметь внутренний источник счастья. Люди нет лишнего внутреннего. Люди в невежестве сильно зависят от того, сколько счастья дает следа окружающих. Люди в страсти зависят, но меньше. И люди в плавности не зависят от внешнего источника. Или зависят от чуть малого. У них тоже есть необходимость счастья в семье. Но это зависимость уже от простепенного рода. И простепенное внутреннее счастье. Поэтому люди в плавности служат друг другу. Они служат детям. Служить детям означает, выполнять перед ними свой дом. Не наслаждаться им Богу целовать, а не наслаждаться им и выполнять свой дом. Пытать себя не понимать. Я не отвергаю саму идею, что дети – источник счастья, и они дают наслаждение. Это факт. И в этом нет никаких проблем. Но если человек это ставит ключом в своей жизни, что вот так вот именно с людьми отношения строят, то отношения строятся только в одном ракурсе. Или я балую ребенка до тех пор, пока он меня не вылетит из равновесия, я начинаю, когда его кричать, на него злиться. Когда ты валешь ребенка, в нем растет эгоизм. А когда ты злишься, ребенка, этот эгоизм превращается в «ты нет». Все, в чем воспитание заключается, и в чем. Просто разрушение личности идет в преступлении. Ребенка не воспитывают в этом случае, а убивают. Представьте, такие дети вырастают негрозантами. Они потом употребляют спиртное, наркотики и понеслазу. И это происходит само собой. В жизни с ребенком такая ситуация происходит само собой. Возникает нежелательное потомство. Привязанность рождают такие вещи. Как избавиться от психологической зависимости от еды? Может, не разрешают есть вредное, и сладкое, и молочное? Мы стараемся быть сыроедами. Мы эпилептически срываемся. А я тоже стараюсь быть сыроедом. Я люблю сыр. Сыроеды. Слушай, сыроеды. Любите сыр? Кто сыроед? Я поднимите. Как ты пустил свой дед? Хорошая, хорошая. Хоть не поди. Ну, вот важный вопрос. Есть же надо понять, что делать. Сначала рассказывала мужу, но муж ругал. Сейчас сру. Боюсь, что не ела вареную. Как перестать врать мужу? И перестать ей свареной одновременно? Есть выход. Надо просто перестать есть, и все. Перестать есть, и привыкать к земле. Или перестать в дулю маяться, простите. Прямо всей семьей перестать в дулю маяться. Ладно, если этот вопрос возник, давайте поговорим серьезно на эту тему, потому что эта тема важная. И я вам также объясню причину, почему многие люди сейчас приобретают этот образ жизни. Послушайте меня внимательно. Особенно это касается Москвы. Когда люди живут среди деревьев и природы, у них хватает психической энергии. Правильно. Много свежего воздуха, много энергии Бога. Понимаете, человек живет, когда в атмосфере природы и свежести у него нет чрезмерной потребности в своих продуктах. Наоборот, в этом случае ему хочется вареного больше. Потому что свежприрода требует вареной пищи. Вы замечали, наверное, когда в лесу поиграетесь, погулять, хочется костер разжечь, попечь, что-нибудь, картошку попечь, печеного поесть. Не просто сырого, печеного, что-то такого, вареного в лесу. Да? Потому что много энергии внутри. И хочется ничего нести такое на огне приготовленного. Просто естественное желание возникает. Она такая пища, становится пищей. Когда много пранок психической энергии окружает. Но когда человек живет в городе, особенно в Москве, где деревьев очень мало и много-много камня, в этом случае энергетикой человека становится бялый. Она отгаснет, теряет силу. И поэтому доля сырой пищи в рационе должна быть очень высокой. Где-то половина сырой пищи, половина вареной. У каждого человека, который живет в Москве, примерно такие проходят. Но когда человек долгое время ест в основном фастфуд, то есть это просто жареная там какая-то вареная пища, в основном идиотброды всякие, он долгое время питается такой пищей, тяжелой, то у него постепенно теряются силы и слабости становится все больше и больше, больше и больше. И когда это приобретает огромные размеры, то у человека есть только один выход. Вообще, как бы, где-то месяца два поесть только сырую пищу. когда человек ест только сырую пищу, это вообще метод очищения организма. Когда человек ест только сырую пищу, то тонкий психический канал начинает восстанавливаться, очищаться в организме. Человек избавляется от хронических заболеваний. Это метод оздоровления. И примерно, ну, каждый человек по-разному, ну, где-то от месяца до трех надо питаться одной сырой пищей, чтобы вот так вот организм пришел в восстановление. Есть такие виды птиц, которые живут по 300 лет где-то. И у них, у этих всех птиц есть определенный цикл жизни. То есть они улетают то ли в горы куда-то, то ли еще как-то, и там не едят, никуда не вылазят, сидят где-то в пещере. Вот. И у них сначала выпадают зубы, выпадает шерсть, а потом все вырастает заново. И они, как-то уже омоложенные, начинают опять жить старой жизнью. Вот этот методик омоложения, то есть через аскезу, через какую-то сырую пищу очистить свое существование и жить как будто заново начать. Это очень эффективный метод. Очень эффективный метод для нормальной жизни. Если человек так пытается, то у него каналы прочищаются психические и становятся очень в тонусе. Психика человека тонизируется очень сильно. Он становится таким напряженным немножко, энергичным и так далее. Но если человек больше трех месяцев питается одной сырой пищей, то дальше наступает следующее. Вот психика становится перенапряженной. Он, тело при этом функционирует нормально. теле все хорошо, он не болеет. Человек подречивается от многих болезней. Но психика становится очень напряженной. И в это время у него появляется желание вареной пищи, потому что их пока как огня в организме, энергия огня. Он начинает мечтать о вареной пище и начинает срываться психическое, психика перенапряженная, она начинается психически срывать. Если он в это время не начинает есть вареную пищу, то начинает с истощения организма. У нас один парень у меня учился моим методом и он занимался сыроедением. И он, ну как бы, я его предупреждал несколько раз, пора заканчивать, он был фанатиком, обычно сыроеды все фанатики. Он дошел до дистрофии, то есть, когда у него дистрофические изменения начали появляться в организме, когда его заставил есть вареную, он уже сказал, «Звини, брат». Или в ящик, или питаться нормально. Ну, сейчас нормально, он опять поправился, все у него хорошо, все здоровье восстановилось. Есть одна категория людей, когда у человека очень много огня в организме, обычно такие люди не могут просто так жить, у них постоянное воспаление, язва желудка, кушать ничего невозможно, человек поел сразу и сжег, сразу живот болит. И люди такие, они не могут, ну что, есть другая категория людей, они сфореваются с атроном-диабетом. Инсулин повышается. Вот для двух таких категорий людей можно сырую пищу есть всю жизнь. И им не будет ни перегрузки, ни перенатряжения, они тут чувствуют себя хорошо. Это 1% населения всего, из стадо. А остальные 99% должны комбинировать сырую пищу с вареной. Я ем где-то в рационе половина сырой, половина вареной пищи. Так, мне такая сила. Причем, сырую пищу я ем обязательно с молочной, то есть я со сметаной не обязательно сладко, то есть не сметаной для мега черного способствует пищеварению. Кому-то молочная не так сильно подходит, но нужно какие-то масла в этом случае использовать. Если человек ест не масло, не ест не масло, ничего вареного, то тогда это просто какое-то очищение организма и в какое-то время. А потом надо отказаться от этой диеты, иначе, несомненно, произойдет психический сын или разрушение отношений, здоровья. Вам надо передать эту часть лекции своему мужу, чтобы он послушал. Иначе у вас будут отношения в отношениях проблемы. Как воспитывать ребенка одной? У меня дочь 13 лет, отцу ребенка с нами не общается. Как правильно сформировать у ребенка отношения к жизни с мужчиной? Надо выйти на уровень жизни в благости. Благостные люди живут общинами. То есть есть, допустим, благостные люди означают ремиозные люди. У ремиозных людей есть близкие отношения. Вот, допустим, как крестьяне собираются вместе, ну, как-то вот общаются на духовной теме. Они дружат очень близко, то есть у них какие-то духовные отношения. Есть наставник обязательно женщина. Наставник помогает послушать ребенка. Люди страсти одинокие по своей природе. У них нет глубоких отношений ни с кем, поэтому дети тоже дичают. У них нет возможности общаться с мужчинами. Ребенку не нужен обязательно вот чисто вот такой отцовский подход отца. Отца может заменять любой мужчина, который с любовью относится к семье. Любовь в данном случае не означает половое желание к и румане. Любовь означает просто забота. Люди должны быть социумом очень переплетенным. Социумом должны люди заботиться друг о друге. Я живу в таком социуме. У меня 70 человек находятся в таком социуме и люди заботятся друг о друге. Они дают советы друг другу. Помогают детям расти друг друг и так далее. Понимаете о чем я думаю? Это жизнь благость называется. Далее живут с краской и цель жизни это не любовь друг другу развивать не работят на собой. Цель жизни таких людей это просто деньги квартира личный достаток материальная защищенность. Точно так живут животные. Взять любого хомячка его цель жизни это набрать побольше в щечки зернышек растут шочки построить спино норку и сидеть возле норки смотреть на всех и сматываться вовремя это что-то не то. Все вот это комячковый рефлекс у каждого человека есть. Хочется норку хочется денежек побольше зернышка и сидеть в норке себе смотреть телевизор. Если что сматываться? Если еще не так. Но человеческая форма жизни не предназначена для того чтобы жить как комячки. Человек должен развивать сердце он должен учиться верить он должен учиться любить прощать просить прощения работать над собой и так далее когда человек таким образом живет то у него создаются очень глубокие близкие отношения с окружающими людьми которые дают возможность воспитывать ребенка даже если женщина одинокая даже взять просто девятьсотые там года простую деревню русскую там никогда не было так чтобы женщина одинокая не могла воспитывать ребенка ей помогали все жили небольшими семьи понимаете были большие семьи в основном в России семьи объединялись по родству то есть есть допустим план какой-то родственников они родственники помогают друг другу но самый идеальный вариант объединения это объединение на почве веры довольно идеальная вера есть один наставник он дает распоряжение помоги пожалуйста этой девушке и человек просто как служение Богу приходит заботиться о ребенке помогает при этом он не испытывает вожделения к этой женщине чаще всего он приходит с женой чтобы не было неправильных отношений любая женокая женщина все равно внутрается в мужской заботе поэтому она может склонить неправильные отношения к мужчине даже на ну существуют определенные правила этикет как строить отношения пока немножко люди собираются мы отвечаем опять такой же вопрос расскажите как воспитывают ребенка одной у меня сын 18 лет муж ушел 3 год назад сына 18 лет уже нельзя воспитывать а 8 так скобка да все да ответ на вопрос такой же как я для этого ответ я пробовал сына отдавать папе и его новой семье но ребенок потом плачет не надо отдаваться там другая другая жизнь другие отношения если отдавать то муж времени на сына не находит и редко приезжает ну пусть не находит ничего страшного но ему сильно не нужно там не проблема ответ такой поднимитесь из жизни в невежестве и страсти в благости тогда все решится решайте вопрос с помощью работы над собой когда человек работает над собой у него меняется среда питания в него другая жизнь наступает совсем это стопроцентный факт попытайтесь это понять не думайте что жизнь скована как вот вы думаете как вы живете она только такой бывает она бывает в разных жизнях она бывает более глубокие отношения бывают более близкие заботы больше бывают сама отдача любви больше все зависит от того в какой среде вы живете я когда был ребенком я жил в тяжелых условиях родители ругались отец спин и наша работа на сухой всегда жизнь изменилась сильно поменялась ну фактически это у меня та жизнь как в тумане сейчас я не представляю чтобы я попал в такую среду жизни я не представляю сюда такую жизнь как открываешь сейчас потому что поменялось все в жизни взгляды сначала меняется потом следа питания следа жизни меняется прокомментирую литературу по уходу за новорожденным ребенком желательно энергетическую вы знаете есть такая женщина ее зовут Марина Таркакова она в целом занимается вопросами семьи детей воспитания детей семья это целенаправленно ее как бы работа и если в интернет Марина Таркакова наберите там много всякой литературы есть такой как бы удивительный человек он не юридический но настоящий его зовут Шаула Аманашвили это академик классический русский который ну реально понимает что такое воспитание детей я вас обращаю туда одно православное направление а другое ведическое и там там найдете победу несомненно во всех вопросах воспитания детей это лекция которую я вам сейчас прочитаю будет ликбезом это лекция которая вскроет ну понимание основы даст основы для того чтобы понять куда двигаться а дальше двигайтесь вот в эту направленность все в целом есть направление целое называется психология третьего тысячелетия там много уделяют вопросам воспитания детей там много преподавателей трениров все они следуют физической операции можете учиться проводить свои занятия у нас есть фестиваль благость в мае вы уже не приедете потому что мы направили людей в сентябре еще можно записаться на фестиваль приезжает 700 человек на этом фестивале также идет работа с детьми и какие-то концепции воспитания детей вы тоже там почувствуете поймете потому что сильно поменяете свою жизнь за две недели люди полностью меняют представление жизни поднимите руку кто из вас приезжал мастер согласны с вами согласны ну все мы начинаем лекти я думаю что мы более-менее согласны итак особенности современного воспитания у меня лекция будет очень насыщенная поэтому слушайте внимательно особенностью современного воспитания заключается в том что сначала чтобы воспитывать ребенка надо начинать воспитывать себя в целом развитие личности которая доходит до отношения к ребенку уже можно говорить об отношениях с ребенком есть три этапа первый этап сначала развить уважение к себе уважение к себе означает работать над собой вот я из уважения к себе делаю каждое утро полтора часа занимаюсь подхариолой это скеза большая то есть я делаю такие упражнения что каждое упражнение я делаю по 15-20 минут очень долго пока не расслабится все тело очень тяжело находиться в неподвижном положении 20 минут возрасте 50 лет но когда я это делаю через полтора часа у меня тело как молодого человека становится очень мягким подвижным и как бы я не чувствую себя весь день очень бодрым и счастливым эта аскеза нужна для того чтобы выполнять правильно свои задачи в это время я еще параллельно молюсь молитвы читаю два в одного делаю каждый день я так действую меня поддержка таким образом здоровья если я этого не делаю считаю что я не уважаю себя уважение к себе так же означает соблюдать определенный режим питания уважение к себе начинается с режима дня послушайте ему лекцию по режиму дня вы поймете что если вы его не соблюдаете вы издевались над собой как вы это делаете вы узнаете из этого рец просто режим дня набираете в интернет и сразу на первую ссылку в режим дня выйдет моя фамилия на какой телец слушает и меняет свою жизнь после режима дня закончится поменять свое питание когда человек питается правильно то следа которая заходит через пищу внутри него она создает ему возможность быть благостным он получает милость от окружающей следы есть благостные продукты питания есть страстные есть невежественные если человек выбирает в основном благостные продукты его следа внутри естественным образом становятся чистыми ему становится легче жить конфликт внутри стихает противоречия уменьшаются в жизни дальше когда человек режимом дня увеличивает энергию в организме энергетика при соблюдении режима дня возрастает в 3-4 раза то есть человек чувствует себя совсем другим человеком почему потому что пища переваривается за счет энергии солнца не за счет собственной энергии человек отдыхает за счет света луны энергии луны потому что все делает вовремя если человек все делает не вовремя тогда все наоборот ему приходится свои силы на все тратить на жизнь и он от этого сильно устает и страдает Как только энергетика в организме повышается, больше сил у жизни становится, больше энтузиазма. Следующее, что человек должен начать делать – это молитва. Молитва – это что такое? Это сила, которая всё решает в жизни, всей ситуации, имея сначала тонкий план. Прежде чем кого-то пристрелить, сначала ситуация создаётся на тонком плане, человек начинает это чувствовать. И если он молится, то эта ситуация разрешается. Можно любую ситуацию победить с помощью молитвы, если твое сердце настроено чувствовать ситуацию. Если оно не настроено, то тогда ты будешь попадать в ситуацию уже. Когда человек молится, то первое, что возникает – он связывается в своём сознании со святым человеком, с иконой, с святым местом каким-то. И начинает получать силы для жизни, потому что святый свет – как солнце. Оно освещает всё вокруг и даёт возможность видеть ситуацию, такой, какая она есть. Глаза раскрывает у человека на жизни, если он думает о святом плане. Потом дальше всплывают события жизни. Начинают всплывать. Так как силы появляются, человек начинает думать о своих проблемах. Если он при этом не решает проблемы сам, а продолжает молитву, то проблемы решаются с помощью знания. Во время молитвы каждая ситуация сначала беспокоит. Тут ты продолжаешь молитву, а она освещается знанием, свет знания. Прикрует через молитву, ты понимаешь, как выйти. Успокаиваешься в этой ситуации, успокаиваешься. Потом всплывают следующие ситуации. Когда человек решает все свои ситуации, он наполняется счастьем. Так должна закончиться молитва. А если ты ещё дальше идёшь, то начинаешь жить для святого человека, а не для себя. Это уже ещё более высокий уровень деятельности в жизни. Когда человек молится каждый день, он достигает внутренней силы. Внутренние силы дают возможность помогать не только себе. У тебя уже хорошее состояние, у тебя спокойствие. Спокойствие внутреннее означает, что ты достиг внутренней силы. Как предыдущий, что я сильный человек? У меня есть спокойствие в сердце. Когда человек живёт для высших сил, для Бога, он наполняется от них силами. Он становится очень спокойным. Спокойствие – признак того, что дальше идет следующий этап. Это работа над отношениями. Да, у человека своих сил хватает, не хватает счастья. Можно работать над отношениями с другими людьми. Отношения меняются в результате энергии счастья. Если у тебя есть энергия счастья, ты можешь менять отношения. Не хватает энергии счастья, ты ничего в жизни не поменяешь. Сначала наполни счастья в себя, а потом сможешь отдать чуть-чуть другим. И поэтому уважение к себе – это первый этап. Следующий, второй этап – это уважение к своей семье. С чего начинается уважение к своей семье? Со спокойствием. Когда у меня хватает сил. Я могу терпеть. Что значит терпеть? Это давать энергию счастья в сердце. Риский человек страдает, нервничает, злится, мучает меня. Я спокойный. Неотдаемая энергия счастья означает силой. Уважение к своей семье начинается с выполнения своих обязанностей. У каждого человека есть обязанности. Счастливым можно жить только в знании. Допустим, у женщины есть обязанности. Первая обязанность мужчины и женщины – уважать друг друга. Как уважать мужчину? Мужчину женщина уважает, уважая его взгляды на жизнь, его цели и его правила совместной жизни. Это означает уважение к мужчине. Нет другого уважения. Если женщина уважает взгляды мужчины, его цели и правила, которые он создает в жизни, она уважает их. Это значит, что она уважает этого человека. Уважение – это аскеза. Чтобы уважать мужа, этого нужно сначала начать с себя, как мы уже говорили. Создать внутреннюю силу. Дальше, уважение женщины означает уважение ее характера, ее чувствительности, вот эти все трудности в жизни, связанные с повышенной чувствительностью. Ее настроение, когда у женщины плохое настроение, надо уважать ее плохое настроение. Хорошее настроение – уважать хорошее настроение. Настроение у женщины постоянно меняется, как волны в море. Надо постоянно узнать, какое настроение у жены и уважать его. Относится к женщине надо очень чутко, внимательно. Реагируя внимательно на все ее пребывания. Не такая, какой псих пошел – уважать его. Другой пошел – уважать его. Уважительно относиться ко всем изменениям настроения, характера женщины означает уважать женщину. И считать ее самой лучшей, самой красивой. Всегда считать в своем сердце ее самой лучшей, самой красивой. Женщины кивают. Боль, мужчины не кивают. Это означает непонимание. А че это я должен? Невчонки. Называется любовь. Любовь означает служить человеку, а не пользоваться его. Ведь мужчины живые не спрашиваете, а че я должен ее главить, касаться красивых частей тела. Че это я должен? Вы не спрашиваете об этом, правильно? Потому что это, само собой, это мое, мое вот это все, мое. Что хочу, то и делаю с ним. Хочу трогать, хочу не торгать. Вот. Это не уважение, это эксплуатация. Женя означает любовь. Любовь не означает вожделение. Любовь – это служить. А как можно женщине служить? Только уважая ее характер, ее чуткости, наклонности, ее чувствительность, ее трудности в жизни. Способность слушать ее внимательно, заботливо слушать. Выслушать женщину очень важно. Когда женщина видит, что муж ее слушает, устанавливаются близкие отношения сразу. Женщина устанавливает близкие отношения таким образом. Она рассказывает о своих трудностях в жизни. Муж это рассказывает. Муж должен застыть в это время. Должен забыть хоккей, прогулку, прогулку. Все это не слушать. В это время формируются отношения. Если мужчина очень внимательно слушает, женщина будет рассказывать. Но если мужчина внимательно слушает, она успокаивается и сама делает выводы. Если мужчина будет делать выводы из-за нее, она будет нервничать. Ее цель, как бы, она ему рассказывает не потому, чтобы сделать выводы, чтобы он сделал выводы. Она ему рассказывает для того, чтобы установить контакт. Чувствует, если есть любовь в отношениях, значит все хорошо. Она успокаивается и сама делает выводы. Ей не нужны выводы, она сама знает выводы. Надо просто установить контакт с мужем. Так мужчина уважает женщину. С помощью слушания. Это все аскезы. Если нет внутреннего счастья, спокойствия нет. Секунду мужчина даже не может прослушать женщину. Он начинает трескиваться. Говорит, давай завтра поговорю, я не могу все-таки. Он как птица в клетке начинает питаться. Когда женщина пытается ему что-то сказать эмоционально. Поэтому человек, когда не имеет внутреннего счастья, он не может быть счастливым в жизни. Шансов нет. Надо начинать с себя. Это аскеза всегда. Три направления жизни главное. Режим дня, правильное питание, молитва. Правильное питание означает питание освященной пищей, приготовленное с молитвой. Это вообще супер питание. Божественное питание. Когда человек готовит, думая о Боге, он просто готовит, питаясь такой пищей, очищается от всех страданий жизни. Когда человек питается, думая о себе, он ест один лишь грех и оскверняется. И касается, как же готовит для детей, делать детей эгоистыми, готовит для мужа, делать мужа эгоистыми. Как готовит для Бога, думая о Боге. И все будут есть тогда освященную пищу, очищает свое сознание. Древняя культура объясняет, что жизнь должна быть не направленной друг на друга, а направленной на Бога. Это сравнивается в отношениях ворон и лебедей. Разница в отношениях колоссальная. Вороны строят отношения друг с другом, а лебеди в одном направлении. Поняли, да? Лебеди идут в одном направлении, вместе к одной цели. А друг с другом, у них отношения какие? Они соратники, они вместе, понимаете? В этом отношении. Да, люди направлены друг на друга, они ищут счастье друг в друге. Представьте, включается карма. Каждый привязывается на наслаждение друг другом, каждый обижается друг на друга, страдает, спорит. Да, люди верят друг в друга, они страдают. Когда лебеди убеют Бога, это в одном направлении, это их отношение к служению Богу. Они вместе служат Богу, когда между ними наступает счастье. Схема Иса. Лебеди плавают в одном направлении. Один лебедь погибает, второй тоже не может уже ни с кем больше встречаться. Он его ждет всю жизнь. Называется лебединная верность. Ворону все не так. Не каркают, орут друг на друга. Итак, уважение к своей семье называется, начинается выполнение своих обязанностей. Выполнение обязанностей означает первое это уважение, первое обязанность это уважение. Для женщины уважение взглядов мужа, его понимания вещей, его правил жизни. Вот как, допустим, женщина сказала, у меня муж сыроед, хоть чтоб я так жила. Как сделать так, чтоб он не был сыроедным? Надо уважать его взгляды. Если ты уважаешь его взгляды, надо потом дальше нежно и по-доброму ему говорить, что вот, к сожалению, у меня не получится быть сыроедным. Хотя я уважаю, ты такой сильный. Ты можешь так жить, а я не могу. Илья Геннадьевич также считает, что я не могу. Что я могу пострадать за болей от этого проекта. Пожалуйста, реши. Может быть, мне можно кушать? Вареную пищу чуть-чуть. Сначала подумаешь, что это предательство. Потом постепенно успокоится и поймет что-то новое. Любовь решает все вопросы. Итак, выполнение своих обязанностей означает, буквально в смысле слова, не зависеть от того, выполняет ли свои обязанности близкий человек. Выполнение своих обязанностей означает, что я выполняю в ответ. Я выполняю сам. Это шаг в пропасть. Люди в страсти не могут этого делать, потому что они все делают, только когда получают энергию счастья. Например, мне кто-то улыбнулся, я ему улыбнулся. Если не улыбнулся, я прохожу мимо и не смотрю. Почему? Потому что зачем я буду тратить энергию счастья? Люди в страсти настроены на экономию энергии счастья. Им не тяжело готовить мужу, если он не приносит нормальную зарплату. Пускай сам все готовит. Ну, то есть, не хочу расходовать энергию счастья, как бы, он ничего мне не дает, я ему тоже ничего не буду давать. Это отношение страсти. Когда человек наполненный изнутри, женщина просто любит мужа, заботится о нем. Когда она заботится о нем, какое право она получает, женщина это? Какое право она получает? А? Как? Воспитывать его, наказывать, да. Она получает право поменять его жизнь. Если она вкладывает в него, она получает право поменять его жизнь. И он будет меняться, он обязан меняться, потому что она отдаёт ему свою судьбу, но делает это не как унижение. Выполнение своих обязанностей означает любовь. Люди в страсти тоже выполняют свои обязанности как унижение. Она готовит к мужу, потому что боится его потерять. И при этом униженно становится и постоянно пищит. Я вот тебе готовлю, а ты зарплату не принудил. Он думает, лучше бы ты не готовил вообще. То есть люди в страсти, они изжимут обменом. Я тебе что-то сделал, ты делай мне. Потому что у них нет концепции пользоваться внутренним счастьем. Они всегда пользуются только внешним. Поэтому надо, чтобы я что-то сделал для человека, я не могу. Или ты делай тоже для меня и пошла вообще отсюда. Но человек в благости, он пользуется внутренней энергией. Керпит ситуацию издне. Заботится о человеке безусловно. Даже если он не выполняет свои обязанности, он всё равно выполняет свои обязанности. Человек в благости. И тот постепенно начинает его уважать за это. И уважение приводит к вере, к доверию. Когда доверие наступает, наступают изменения в отношении. Человек начинает вести себя по-другому. Меняется судьба в отношении. Три этапа. Первый этап – просто выполняю свои обязанности. Второй этап – в нём возникает уважение, поэтому он может меня слушать. Третий этап – он меняется тоже. Сначала я восстанавливаю себя изнутри, становлюсь спокойным. Потом я начинаю, имея возможность выполнять свои обязанности. Не зависит от того, как выполняет человек, потому что мне хватает на это несчастья. Потом дальше я продолжаю выполнять обязанности, вызывая уважение в сердце близкого человека. Он чувствует, что я лучше, чем он. Становится мне благодарным. Это благодарность заставляет его прислушиваться к моим словам, советам, которые даются в смиренном состоянии. Постепенно, со временем, эти советы медленно, но верно меняют его характер и жизнь. Этот процесс длится несколько лет. Пока вы не пройдёте этот этап, воспитывать детей бесполезно. Можете даже не думать об этом. Всё равно ничего не получится. Первый этап – уважать себя. Второй этап – уважать свою семью. И так, когда человек выполняет свои обязанности перед близким человеком, что происходит? Он получает возможность понять близкого человека. Понять можно только того, кому ты служишь. Вот, допустим, если ты служишь кому-то, какому-то человеку желаешь добра, то всё самое хорошее из него выходит. Если злишься на человека, то всё самое плохое выходит из него. Часто люди не понимают друг друга. Часто близкий человек видит, что мой муж, смотри, как он общается с этими людьми. Вот, красавчик. Со мной так ни разу не поговорил. А с другими так стелется вообще. Так ты ему служи. Начнёшь служить близкому человеку, он с тобой станет хорошим тоже. Таким он человеком, какой он с другими, он также станет и с тобой. Понимание близкого человека наступает в результате служения. Если вы хотите кого-то понять, служите этому человеку. Тогда вы его будете понимать. Если вы не хотите служить никому, вы не будете понимать. Дальше. После понимания приходит принятие недостатков. Люди сильно страдают от недостатков друг другу. Но если ты служишь близкому человеку, то так же постепенно привыкаешь к его недостаткам. Один человек пришёл к наставнику, говорит, я уже у своей жены и это принял, и это принял. Я уже привык ко всему. Всё, что в её характере есть, я ко всему этому привык. Может мне уже отречься, мне ничего же не надо, то есть. Я отключённый человек стал. Он говорит, вот теперь ты будешь счастливым. Самое время теперь быть счастливым в семейной жизни, отрекаться не надо. Так и получилось. Когда человек всё принимает, все недостатки наступают счастья. Можно потом служить близкому человеку без всяких проблем. Потому что ты ко всему привык. Тебя всё исправили. Как происходит? Жена не хочет готовить. Человек привыкает готовить сам. С любовью служит жене. Не просыпается, женская природа начинает готовить. И всё, и уже не нужно саму готовить. А жена уже готовит. Потому что есть женская природа, она есть мужская. Женская природа означает заботиться или хочется заботиться. Мужская природа означает ответственность. Любовь по-разному течёт. Женщине хочется заботиться, когда любовь начинает печь. А мужчине хочется отвечать за женщину. Брать на себя её трудности в жизни. Когда человек принимает недостатки, близкому человеку наступает взаимность. И когда взаимность наступает в отношениях, то люди начинают слушать друг друга. Представляете, сколько надо пройти времени должно, чтобы услышать близкого человека. В основном мы только говорим друг другу. Эти слова вызывают боль и защиту. Желание защищаться от оказывать своё мнение. Это не значит слушать друг друга. Слушать друг друга означает принимать взгляды близкого человека, его мнение, его жизнь, принимать означает аскезы. Принимать, переваривать, терпеть взгляды, точки зрения близкого человека. В этом заключается любовь. А не в том, чтобы опровергать их своими. Вот когда люди принимают друг друга полностью, наступает гармония. И дальше следующий этап – это уважение к детям. Только после этого. Если вы не можете слушать друг друга, не можете уважать друг друга, не можете служить друг другу, не можете уважать себя. У вас нет ни режима дня, ни правильного питания, ни молитвы. У вас ничего этого в жизни нет. Воспитывать детей вы не сможете. Шансов нет. До свидания. Такие гермики вы не используете. Не имеет зачем. Нет силы энергии любви, энергии любви не течет в семье. Кастрюли грязные. Ничего свариться от вкусного не сможет. Ничего вкусного не сварить, допустим. Начинайте с себя, двигайтесь дальше, достигайте уважения, достигайте возможности разговаривать. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевные разговоры. То есть прожить вместе можно только долго, только если есть душевные разговоры. Нет душевного разговора, никаких серебряных свадьб не будет. Тема усвоен, да? Усвоен? Двигаемся дальше. Мы просто это все проходим как основу, как озвей. Потому что мне вот самый первый вопрос, мне женщина спросила, а я не могу на него ответить. Как воспитать у ребенка мотивацию учиться достигать поставленной цели? Как воспитывать в ребенке настойчивые достижения цели? Как вести себя с ними, если он начинает попризничать? Как я отвечу на эти вопросы? Если вы просто, у вас нет отношений в семье. У вас нет возможности слушать, служить. У вас нет взаимности, как вы можете что-то ему воспитывать. Это бесполезно все. Сейчас я вам это докажу очень легко. Итак, уважение с детям. Первое. Вы уже научились понимать свою жену. Но научиться ребенка понимать в десять раз сложнее. Потому что от женщины идет десять раз меньше счастья и энергии, чем от ребенка. Чем больше от кого-то идет энергии счастья, тем меньше его понимать. Тем тяжелее его понимать. Потому что что вы понимаете от ребенка? Что вы понимаете от ребенка в этом случае? Вопрос о том, что он хорошенький и все. Больше ничего нет. А он хорошенький и это не его природа. А вы не будете видеть вода. Машину, да? Это чье? А че, как это выглядит, что ли? Чемодон какой-то, что ли? А где он там ходит? Ну-ка, покажите, как он выглядит. Не вы не трогайте, кто-нибудь возьмет. Вы только не ездите. Вы нам не мешаете лекцию сейчас читать. Все нормально. Я понимаю все. Все нормально. А ну не рукаемся. Да нормально. У меня сейчас такое, мои хорошие люди. Все правильно, защита охраны. Сумка интересная, это сумка моего помощника, он устанавливает камеру, оставил там по недосмотрению, не поняв соприняние времени. Время? Ничего смешного, время серьезное сейчас. Как двигаемся дальше? Близкие люди тоже могут прийти, ругаться, кричать. То, что такое может быть. Что нужно делать? Отвечать тем же? Успокоить, да. То есть нужна энергия кристи. Нужна энергия кристи. Больше нет порядка. Мать Тереза говорила, что на зло, на категоричность, на тяжелый, жесткий тон можно отвечать только, что нет других порядок. Это касается всех ситуаций в нашей жизни. И эта любовь берется только из молитвы. Человек не может отвечать вежливо, если в ней нет силы внутренней. Надо победить ситуацию. Если мы с кем-то живем вместе, то нам придется переваривать грехи этого человека. А грехи означает злоба, нервис, неудовлетворенность, жестокость, напряженность. Вот эти грехи личности. Поэтому, пока мы не способны правильно понять ситуацию, с помощью знания достигается счастье. Нужно понять, что делать, как жить. Нужно иметь знание. Без знания невозможно ничего поменять в своей жизни. Знание в чем заключается? Что, если люди не умеют слушать друг друга, то они не поймут, как вести себя с ребенком. Это невозможно. Потому что от него идет такая сила наслаждения, что эта сила диктует отношения к человеку. Когда человек сильно наслаждается кем-то, то он свое чувство наслаждения, он приравнивает к личности, которую он видит. Сейчас объясню, как это действует. На прием пришел один мужчина, он попросил подобрать диету для него. Я подобрал ему индивидуальную диету. И потом он говорит, ну все теперь понятно, чем сына кормить. Я говорю, а почему вам понятно, чем сына кормить? Он говорит, да потому что он такой же, как я. Я говорю, давайте я бесплатно вам сделал диету с сыном. Проверим, проэкспериментируем. Я сделал диету с сыном. Оказалось, у него совсем противоположное питание вообще. И по этой причине ребенок страдает. То есть он теряет вес, теряет силы, слабеет. Потому что питается неправильно. Почему питается неправильно? Потому что в результате этого сильной энергии наслаждения, которая идет от ребенка, человек чувствует, что этот ребенок, он такой же, как я. Так действует эта энергия наслаждения. Допустим, энергия наслаждения идет от женщины. И мужчина считает, что вот моей жене нравится все, как мне. Кто вот сталкивался женщин с этой ситуацией? Частая ситуация, да? То есть мужчина считает, что вот моей жене нравится все, как мне. Вот она на меня похожа учится. Нет, так действует энергия наслаждения. У женщины свой характер, свои потребности в жизни. Но так как она обладает энергией наслаждения, энергия наслаждения естественно уступает, дает уступки. Поэтому женщина склонно уступает. Вот в данном случае женщина ест сырую пищу. Жена задала мне вопрос. Не потому, что она хочет эту сырую пищу есть, а потому, что она любит мужей и уступает ему. Так действует энергия наслаждения. Так же и у детей тоже. Дети уступают родителям из любви. Из этого чувства счастья, которое они испытывают от своих родителей. Чувство счастья идет от веры. Женщина верит в мужчину, с которым она живет, естественным образом. Хочется верить. Хочет верить ему. А дети всегда верят в своих родителей. Когда человек верит в кого-то, то он испытывает счастье от этого человека. Ну то есть вот дети в нас верят, допустим, да? И мы испытываем от них счастье. Вера дает счастье. Вера является проводником счастья. Дети верят в родителей безусловно. Они просто верят в них, потому что они больше ничего в жизни не видели. Они маленькие для них родители самые близкие. Они их любят безусловно. И от них исходит счастье, потому что они верят. И так, если человек не способен служить близким людям, жене, мужу, не устанавливаются взаимоотношения, они не слушают друг друга людей. Каждый говорит свое. Пытается это понять. Это сложно понимаемая вещь. То в этом случае они никогда не смогут понять характер ребенка. Они будут воспринимать его характер как отражение своего характера. Я приведу вам историю, которую рассказал один из моих наставников этой истории всей его жизни. Он жил рядом по соседству с одной семьей, в которой родители были инженерами. Это были еще какие-то далекие советские времена. Родители были инженерами, и они москитывали своего ребенка из настроения и чувства привязанности. То есть это не любовь, это зависимость. Когда человек привязан к кому-то, он хочет, чтобы этот человек был такой же, как я. И эти родители хотели, чтобы ребенок был тоже инженер. У него была совсем другая природа. Они пытались его очень сильно обучать разной наукой. Ребенок учился плохо. Они его заставляли учиться. В результате ребенок постепенно потерял вообще всякий интерес к учебе. И постепенно начала ломаться его психика. Когда человек постоянно заставляет, заставляет, заставляет. А почему они заставляют? Потому что у них нет идеи подумать о том, что надо ребенку. У них есть только одна идея. Они хотят, чтобы он был таким же, как они. Они считают, что это и есть счастье будет для ребенка, если он станет таким же, как мы. Знаете, есть такой феномен, что человек, он всегда воспринимает мир через свою призму. Вот так начинающие врачи, например, они считают, что если им что-то помогло, значит, когда всем остальным тоже поможет. И наоборот. Я как-то поехал на курсы по правильному питанию послушать человека. И он начал говорить, что отврат к курсе это вообще отстой. Как вредная пища. Я начал тестировать ему мысленно, протестировал курсы, смотрю, ему не подходит. И он целый семинар про эти курсы ругался. Вот. Хотя курсы хорошая пища. Кому-то подходит, кому-то нет. Но почему он не любит огурцы? Потому что человек склонен отождествлять собой все, что видит. Как вы думаете, вот люди начинают индивидуально подбирать камни человеку, ставят камешек, берет его, начинают чувствовать, подходит человеку или нет. На первом этапе все до одного, кто учится подходит ко мне, все до одного, без исключения. Когда они начинают чувствовать, что подходит, как вы думаете, кому подходит? Им самим. Вот человеку вообще не подходит. А ему кажется, что это человеку подходит. А подходит только ему самому и все. И этот этап пробить очень сложно, понимаете? Так работает психика человека. Когда человек не направлен на служение, он направлен на себя, ему хочется выучиться, развиться. Он думает о себе только. В это время он не думает о другом человеке. Его психика не способна почувствовать и понять другого. Точно так же родители, когда они чувствуют счастье, энергию счастья от своего ребенка, наслаждаются энергией счастья, они ребенка в это время не понимают. Они его воспринимают так, как им хочется воспринимать. Они в нем видят свою мечту. Это стандартная вещь, она преодолевается только огромной силой внутренней. И как ведет себя родитель, который видит в ребенке мечту? Он ребенка склоняет в ту сторону, в которую он сам движется. Дай Бог, если у ребенка такой же характер и пирамид, как у тебя, что бывает редко в основном. В основном так не бывает. Дети всегда рождаются не в папу и не в маму. Они рождаются в одного из четырех бабушек и дедушек. Это всегда так бывает. Посмотрите внимательно на своего ребенка. Вы увидите, что он похож на кого-то из четырех бабушек и дедушек, ваших родителей. Дети рождаются вслед в предыдущее поколение. Это стопроцентный факт. Причем чаще всего мальчик рождает, перенимает качество родителей жены, а девочка перенимает качество родителей мужа. Поднимите руку, у кого не так. Ну поднимите, смело, смело поднимайте. Вот поднимите, подняли, три человека, четыре. Такое бывает. Теперь поднимите руку, у кого именно так. В основном все сзади. Итак, слушаем лекцию дальше. Они никак не перебарили, мучились, мучились, мучились. И то, когда человек начинает как миссию воспринимать вот это, он начинает слушать другим, не думает о себе, у него постепенно развивается способность понимать человека, и он становится специалистом. На это требуется год. Представляете, как тяжело победить в себе вот это чувство желания наслаждаться энергией ребенка? Невероятные вещи. Когда человек желает наслаждаться энергией ребенка, у него включаются три вещи сразу. Первое. Он, ему хочется баловать ребенка, чтобы ребенок не раздражался, чтобы он спокойно жил. А спокойно жить ребенок будет только в одном направлении. Он будет удовлетворять свои желания. А так как ребенок неразумное существо, его желание меньше, ну, животную природу. То есть, в нем будет животная наклонность развиваться. Он не вырастет разумным человеком. И вторая наклонность, которая возникает, это желание ребенка развивать в ту сторону, в котором я развиваюсь. Чтобы он был такой же, как я, чтобы дальше меня наслаждал. Дальше, чтобы наслаждение не было. Первая вещь, желание наслаждаться ребенка вызывает также гнев, когда он делает как-то неправильно, и я уже не могу терпеть. И то, и другое не является воспитанием. А второе направление вообще вводит в иллюзию и заставляет человека развивать ребенка вообще не в том направлении, полностью. Я еще раз повторяю, побеждаются эти вещи только тем, что человек сначала работает над собой, потом работает над своей семьей. И когда он вообще в целом научился служить, у него хватает тогда силы и знания, тогда в этом случае он начинает дальше служить своему ребенку. Ну, как это, что значит служить ребенку? Служить ребенку означает пытаться понять его как личность. Не как источник наслаждения, а как личность. Вот, например, что за личность ребенка? Это личность, которая есть свои взгляды, он что-то лепенчит, что-то несуразное, странное. И это надо очень серьезно и глубоко оценивать, пытаться понять. Надо жить его жизнью. Вот этот детский лепет, который не имеет никакого смысла для взрослого человека, надо осмыслить. Надо понять, что он и есть вот такой человек. Не тот, который вам дает балдеж, а тот, у которого есть свои взгляды, свое понимание вещей. Надо разобраться во двоих взглядах. Пусть они неправильные. Мудрый человек никогда не разрушает взгляды другого. Он пытается их направить в нужное русло. Вот, допустим, как делают глупые люди. Ребенок что-то сказал, а не ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что, это ему поможет ребенку? Или вот, допустим, сейчас ситуация, сумка не так стояла. Так эта ситуация, она может вот убить вот здесь человек 40-50, а то и больше вот так по периметру. И все ха-ха-ха-ха-ха, сумку там зарычат. А кто попытался понять? Ну, видите, это человек попытался понять. Вот это и есть правильное поведение. А как вы хотите воспитывать детей? Вам Бог сделал экзамен небольшой, вы не поняли? Всегда везде нужно пытаться понять неодинарное мышление, правда ли? Увидеть сумку и подойти и как бы сказать, что там может быть взрывчатка. А еще более неординарное мышление у ваших детей. Будьте уверены в этом на сто процентов. Они вообще мыслят не так, как вы, потому что у них другое вообще восприятие мира. Они воспринимают мир не так, как все обычные. Совсем не так. И как можно их понять? Только служая им. Служая по маленькому существу. А служить означает закончить и наслаждаться. Наслаждение вызывает интересные концепции жизни. Наслаждение от человека не говорит о его сущности. Когда мужчина наслаждается женщиной, он вообще не понимает о его характере. Он вообще не имеет никакого представления о ее характере. Никакого абсолютно. Его интересует только тело. И потом, когда тело женщины теряет эту силу, наслаждающую теряет, несомненно, то тогда эту женщину тоже его не интересует. Он ищет ту, которая наслаждает. Так разрушаются семьи. Маленького ребенка так хочется поцеловать попу везде. Даже его какашки вкусно пахнут. Но пожилую тетеньку попу никто не целует. Энергия наслаждения не идет уже пожилой. У бабушки энергии наслаждений нет. Попа ее не целует. Какашки не пахнут вкусными. Я почему об этом говорю, чтобы вы поняли о том, что происходит. Мы покупаемся на то, что не прибудет к счастью на самом деле. Итак, первая стадия воспитания ребенка начинается с попытки его понять. Когда ребенок видит, что его выслушивают, он говорит свой ребенок. Про детей выслушивают. Внимательно задают ему вопросы. Он раскрывается больше и больше в этой беседе. Он начинает раскрываться как цветок. Он начинает расцветать, потому что его принимают на том уровне, на котором он находится. Вот, допустим, вы сейчас мне задавать будете какие-то вопросы. Я буду ка-па-ка-да, ка-па-ка. Вот эти вопросы. Вы что, вы раскрываетесь как цветок? Вы взяли и вообще больше ничего не скажете. Сто процентов. Иногда ваши вопросы даже в зависть не поднимают. Но я должен слушать внимательно, отвечать. Это отстраняет человека. Так происходит восхитание. Иначе ничего не будет. Только любовь может поменять. Когда родители понимают своего ребенка, он начинает чувствовать защиту. Чувствует, что можно обращаться к родителям в трудную минуту. Чувствует защиту. С этого начинается уважение к детям. Постепенно родители завоевывают сердце ребенка. Это непростая вещь. Сердце у ребенка очень чувствительное. Оно ранится многими ситуациями. Ведах описано, что ребенки, дети, они очень сильно страдают от непонимания этого мира. Как себя пристили в этом мире. Начиная с того, что они не могут слово сказать. Они сильно страдают от этого. Они что-то хотят сказать, а над ними все смеются. Они не могут даже, у них речь еще не сформирована, логика не сформирована. Они даже не могут выразить свои чувства. Часто ребенок заболевает чем-то, родители не могут понять, что он болеет. Классическая ситуация. У каждого человека есть периоды астрологические в жизни. В один период человек нормально функционирует, а в другой период плохо. Теперь у меня к вам вопрос. А как вы думаете, сколько эти периоды могут длиться? Вот как вы думаете? Они могут длиться несколько лет, мой хороший. Есть маленькие периоды, когда у человека слабый спрос. Психическое, физическое. А есть периоды, где это позволяется несколько лет. Самый большой период такой длится семь с половиной лет у человека. У каждого человека в жизни два раза такой период наступает. Семь с половиной лет – это его лучше. И так. Вот, допустим, этот тяжелый период попал на учебу ребенка в школе. Ребенок учился, учился. Он говорит, мама, мне тяжело вспоминать, тяжело учиться, тяжело слушать, тяжело все воспринимать. Поднимите руку, у кого дети так говорят. Вот тяжелый период, значит, и в это время, если вы ребенка будете мучить, он просто убьет его психику. Он вообще может с ума с этим, в психушку попасть. Потому что, есть два типа надлома, когда человек не получает любовь в отношениях и гломается его разумом. Он становится глупым, вырастает глупым. Что значит любовь? Это то, о чем мы сейчас говорим. Что глупым вырастает просто. Он не будет разумным. Когда человек не понимает, не получает понимания, ну то есть он должен делать то, что он не может делать. Ну допустим, ему трудно усваивать материал, а ему говорят, усваивай, потому что надо учиться в школе. Получай пятерки. Все. А он не может. У него плохой период идет. Что тогда ломается? Ум. Ломается человек. Ум. Психика, как правильно сказать. И человек сходит с ума. Кстати, с разумом означает вредные привычки, это все исправляется. Но когда человек сходит с ума, рушится вся структура его тонкого психического тела. Он может в психушке так и остаться на всю жизнь. Когда ломается ум, структура человека ломается. Тогда уже все. Восстановить очень сложно. Возможно, но очень сложно. Когда ребенок и родители начинают понимать, он начинает чувствовать защиту. Есть два типа защиты. Защита физическая. Ребенок всегда стремится под защиту родителей. Как птичка стремится к своей птичке. Вот. Под крылом. Это не развивает разум. Есть другой тип защиты, когда ребенок стремится сказать что-то. Сказать звук означает вредительность разума. Ребенок стремится сказать что-то. Говори. 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 Возникает смешно. Дети не должны смеяться, они должны слушать звук. Они должны общаться на уровне слуха, на уровне разума. В этом случае возникает взаимность. Что значит взаимность? Ребенок говорит что-то родителю. Родитель понимает его. Ему отвечает на том уровне, на котором ребенок находится. Его языком. Я как-то в детстве смотрел на передачу. И там. Помни. Ну что-то. Детская передача такая. И Ролан Быков сидел. Они плыли в теплоходе напротив ребенка. Смотрел на него. Тот на него смотрел. И он пел такую песню. Море существует для чего? Море существует для того. Чтобы глядеть не наглядеться. На красоты вечные его. То есть он так общался с любовью, с этим мальчиком. И он так внимательно слушает. Это называется взаимоотношение. Взаимность. Понимаете, когда ты как-то, ну взрослому человеку, если такую песенку спит, он будет смеяться на тату. Но ребенок вот так и понимает этот мир. То есть он так чувствует. Он смотрит на море. Он радуется ему. И когда взрослые тоже самое говорят. Ну вы видите, что есть взаимопонимание. Поэтому детские фильмы отличаются от взрослых. У них другая логика, другое понимание вещей. Когда возникает взаимность, если мы понимаем ребенка, ребенок чувствует защиту. Когда ребенок видит, что родители понимают его полностью, тогда он начинает понимать свое положение в отношении. Что значит понимать свое положение в отношениях? Он тогда не боится быть плачем. Он подходит и спрашивает, задает вопрос. Родители сразу все бросают и отвечают на вопрос. Это аскеза. Отвечать на вопрос ребенка. Потому что у ребенка много вопросов. Но у меня много дел. И когда человек отвечает на вопросы ребенка, тогда ребенок не боится быть плачем. Мы с детства детям отбиваем желание быть плачем. Он говорит, мы смеемся и его отталкиваем. Иди займись делами. Санят меня, где нет. Мы отжимаем его разум. Разрушаем его разум. Когда ребенок понимает свое положение, дальше нужно родителям появляться возможность учиться быть старшим. Когда родители понимают, что такое быть старшим, то в этот момент они полностью осваивают отношения с ребенком. Родители становятся наставником для ребенка. Быть старшим не означает делать строгий вид, грубый вид, жестокий вид, жесткий вид и так далее. Это не позиция старшего. Это позиция того, кто не может справиться с ситуацией. Когда ситуация не в пользу человека, единственный способ для него это кричать, ругаться, злиться, грубить и так далее. Это не способ объяснить. Это способ просто что-то сделать с ситуацией. Понимаете? Обычная ситуация какая? То есть мы просто строго, жестко осекаем детей. Грубо осекаем, пытаясь их куда-то поставить какую-то роль, которую мы им назначили. Допустим, надо кушать, садись кушать. Но ребенок садится кушать, потому что у него нет выхода. Он находится в подчиненной ситуации. Но он выходит уже в 13 лет из этих подчиненных ситуаций. В 13 лет у человека полностью меняется концепция жизни. Он не может уже спонтанно и страху подчиняться родителям. У него заканчивается страх к родителям. У него заканчивается ощущение подчинения. И он начинает бунтовать от таких отношений. Он выходит из-под контроля. У всех, по всем случаям жизни. Если вы до 13 лет ребенка не сдали экзамен, что вы развели с ним отношения разума, означает, он верит в вас как старшего. Это вопрос веры. Если ребенок верит в вас как старшего, тогда в 13 лет он будет так же относиться к вам, как и раньше. Но он многие вещи будет делать самостоятельно уже в это время. И надо опять дать ему такую возможность. Не надо его ограничивать. Но объяснять ему, как лучше жить. Правильно. Как самое лучшее воспитание – это воспитание с помощью знаний. Когда родители спокойно, с любовью объясняют ребенку. Нужно ли детей ограничивать от чего? Да, если это касается их жизни и здоровья. Вот, допустим, если в сумке действительно взрывчатка. То есть это абсолютно точно установлено. Дальше охранники не должны вообще общаться с нами. Они должны подъезжать сюда и сказать – стоять, сидеть, лежать, выходить. Все. В этой ситуации нет никакой дискуссии. Просто резкие решительные действия направлены на то, чтобы люди спасли свою жизнь. Люди при этом не будут понимать, что происходит. Вот, допустим, в Казани недавно сгорел супермарк. И если бы там были люди образованные, они бы сделали следующее. Они бы просто вышвыривали этих шмоточников, которые из-за того, что они бегали таскать свои шмотки, они теряли жизнь. Почему так происходило, сейчас вам объясню. Потому что угарный газ, он не заметен. И он имеет такую природу, что валит человека сразу. У меня разве была такая ситуация. Я помолился. В какой-то день помолился очень хорошо. Лег спать. И проснулся утром раньше обычного. Проснулся раньше обычного. У меня появилось сильное желание сходить в ванную комнату. Ну, какое-то желание. Это не желание означает в туалет сходить. А просто желание какое-то. Побыстрее помыться. Потому что я так все это объяснил. Когда я открыл ванную комнату, там дальше у нас за ванной стоит вся техника. Всякие эти оборудования для прогрева дома и так далее. И там был пожар. Ну, то есть загорелась проводка. И уже вся ванная комната наполнена с дымом. И там был пожар. Его надо было тушить. Ну, первым делом, что я родственников вывел на улицу всех. А потом я набрал воздуха в рот. Взял как бы тряпку мокрую. И побежал туда, чтобы очаг пожара был небольшой. Чтобы его накрыть просто и закончить это все дело. А потом проветрить дома. И в тот момент, когда я выходил, я забыл, что нельзя дышать. Забыл просто. И чуть-чуть вдохнул. Не сильно. Чуть-чуть совсем вдохнул. И когда я вышел оттуда, из этой зоны, дальше, знаете, что произошло со мной? Я пару минут не мог дышать. У меня не вдыхается просто и все. Блокировался вдыхательный центр. Из-за маленького, небольшого вдоха дыма, который там находился в этом помещении. Из этого я сделал вывод, что люди легко погибают в зоне пожара. Из-за того, что этот дым обладает такой силой, что он лишает возможности дышать просто. И люди же об этом не знают. Они любят спасать шмотки свои. Выбегают наружу. И в тот момент, когда они попадают в зону задымленности сильную, они уже не выбегают. А падают просто и задыхаются все. Люди во время пожара не сгорают, а пожар задыхаются. Понятно, да, система? И какой способ реагировать в этом случае? Надо просто тем, кто знает это все, что делать? Брать за шкирку и вырвать оттуда людей. Просто насильно. Точно так же надо выступать с детьми, когда ребенок лезет под машину, лезет по работе употреблять, лезет курить, лезет пить, развратом заниматься и так далее. Но на западных странах за такое поведение сажают. Называется винильная юстиция. Означает, что нет никаких ситуаций, в которых ты мог строго поступать со своими детьми. Вы понимаете, дети – это неразумные существа. Ведохописно, как, допустим, родители могут защищать своего ребенка. Точно так же, как птичка чирикает со своим ребенком и учит его чирикать. Ну, то есть беседа птички с ребенком развивает его разум. И в других ситуациях, когда ребенок лезет из гнезда, она просто бьет его крылом. И тот падает в езду назад. Два этих способа – приемлемый. Один способ – чирикать, объяснять. Второй способ – бить крылом. Природа уже все это запрограммировала и придумала. Дети, когда родители поступают очень жестко, они не успевают даже обижаться. Вы заметили, что, допустим, ребенок бежит – раз, схватил, за руку отвела – все. Он подчинился, вот так раз, он не успел обидеться – все. Это правильное поведение родителей. Пошел резко, сильно, решительно. Когда это возможно? Когда родители сильно любят. Дети позволяют родителям резко, сильно, решительно себя вести. Ребенок решил с наркоманами общаться резко, сильно, решительно, не пускать на улицу – все. Никаких вариантов. Если все это делать сильно, непреклонно, ребенок подчиняется – все нормально происходит. Если начать с ним гемогогию разводить, в это время объяснять – ты знаешь, я тебя не пускаю на улицу, потому что это т.т.т. Все это не работает. Когда у ребенка, ему хочется чего-нибудь, он не понимает, зачем его ограничивать. В это время человек не контролирует сам себя. Есть два состояния сознания. В одном человеку функционирует разум, в другом нет. Давайте разберемся, в какие. Если человек чего-то сильно хочет, разум не работает в это время. Нет смысла объяснять. Жена, допустим, влюбилась в кого-то, хочет куда-то пойти, она влюбилась в кого-то. В это время разум не работает. Нет смысла объяснять. Семья разрушится. Не надо ей все это делать, это бесполезно. Она все равно это непонятно. Что нужно делать? Не пускать просто. Все это я не пущу просто. Она стельки покатает, успокоится. Хорошая система, вам понравилась женщине. Понравились женщине или нет? Не нравится? А это единственный вопрос. Нет больше. Так же с детьми тоже. С мужем точно так же. Не надо мужу говорить, что милицию вызову, надо просто вызывать у всех. Но сразу успокаивайся, если вы с ним. Я видел, как это происходит. Пугать бесполезно мужчину, надо просто вызывать милицию, если он берет все-все. Не раз вызывай, в следующий раз дыраться уже не буду. Ограждать человека от чувственных желаний нужно очень сильно и смело, решительно, с любовью, без злобой, стараться. Итак, первая стадия – понимать ребенка, слушать его. Понимать означает слушать, чувствовать защитную. Вторая стадия – достигать взаимности, означает понимать свое положение. Он начинает задавать вопросы. Вопросы о том, как жить. Вопросы не просто, какие дай мне покушать, не хочу кушать. Вопросы о жизни, о своем понимании вещей. Человек начинает задавать. И вам надо очень внимательно слушать ребенка и пытаться ему объяснять. В это время раскрывается его природа. Итак, научиться старшим, в это время учитесь быть старшим. Научиться старшим будет очень сложно. В этом мире не хватает старших очень сильно и младших. Вот если девушка, допустим, ведет себя как ученица, как дочь. Женщина ведет себя как дочь. Это хорошо или плохо? Как хорошо. Это приносит в атмосферу счастья и покоя. Приходит время, и женщина может вести себя как любовница. Она может краситься, становиться красивой, делать взгляды. Для чего это нужно? Чтобы она вышла замуж. Потому что она не замуж. В это время она ведет себя не как дочь, а как любовница. Она ведет себя как красивая. Она скроет глазки. И как бы извлекает мужчину. Продвлекает себя. Создает семью. Это небольшой промежуток жизни женщины. Потом дальше большой опять промежуток. Она ведет себя как мать. Что значит вести себя как мать? Она ограждает людей от желания наслаждаться ее телом. Ведет себя немножко строго. Смотрит строго на мужчины. Они сразу себя берут в руки и ведут себя уважительно к женщине. Потому что желание наслаждаться их телом это не уважение к женщине. Это использование. Так построено древнее общество. Женщины много дочек, чуть-чуть любовница, много мать. И тогда в общество наступает покой. Счастье. Нет разводов. Потому что женщины принимают свою позицию. Мужчина много учеников. Чуть-чуть ухажер. И много старший отец. Понимаете? Тогда в обществе покой. Старшие нужны. Не только по отношению к детям. Нужно по отношению к другу учиться предстаршим, равным и младшим. Позиция старшего означает человек, который взял за себя ответственность за свою жизнь. Старший не означает, что он мог на тебя орать. Старший означает, что у тебя больше опыта в работе над собой. В этом не старшинство. Если работают люди, родители работают над собой. Вы, кстати, не скучаете на лекции? Это нормально? Как вы сидите можете? Все хорошо? Если человек работает над собой, у него повыдяется сила быть старшим. Эта сила всеми узнаваема. Точно так же родители, когда работают над собой, дети верят им. И начинают им задавать вопросы. В это время формируется их разум. Разум самая главная часть жизни человека. И с разумом невозможно человеку ничего понять. Разум не формируется, человек не будет слушать вас. Не будет менять свой характер. Ничего не будет развивать в жизни. Ребенок не развивается без разума. Разум развивается в отношениях только близких. Ни строгость, ни грубость, ни авторитарность, ни жестокость не могут на уровне разума функционировать. Разум вышибает сразу этих во всех ситуациях. Единственный способ общения на уровне разума. Ребенок признает вас старшим. Вы признаете его младшим. Вы понимаете, кто такой старший. И общаетесь с ним. Очень по-доброму объясняет ему все. Так называется разум. Все остальные виды развития это просто негативное ориентирование. То есть человек просто как робот. Он может не ходить через дорогу. Он может присувать руки в розетку. Может учиться как робот. Но у него при этом нет понимания. Он когда приходит время, перестает забывать об этом. И начинает делать то же самое. Без понимания надолго удержаться в какой-то ситуации невозможно. Понимание приходит только в том случае, если ваша жизнь находится на платформе разума. Если вы построили сначала отношения с собой, на собой работаете. Потом в своей семье трудитесь над отношениями. Тогда, потом, можно уже трудиться над отношениями с детьми. Потому что дети никогда не будут доверять родителям, которые ругаются, друг с другом, злятся, ненавидят. Они боятся их просто и все. У них сердце никогда не раскроется. Разум никогда не начнет функционировать. Родители в 10 раз еще больше чувствительны, чем дети. Женщина чувствительнее, чем мужчины. А дети чувствительнее, чем дети даже. Дети чувствительнее, чем женщина. Простите, я уже заговорил. И так, если вы научились быть старшим, это что значит? Как старший относится к младшему? Он сострадает перед людьми. Младший, как любит старшего, он любит его слушать и верить в него. А старший, как младший, 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 он сострадает. Сострадание означает принимать его позицию. Не надо смеяться над младшим. Надо его выслушать. Принять его к точку зрения. Дать ему такой совет, который был приемлем для него. На его уровне, чтобы он менялся. Не надо давать слишком высокую плаву человеку. Старший знает возможности человека. И дает ему то, что он может принять. Как позиция старшего действует. Равное отношение означает, что каждый друг другу дает совет. Равное отношение. Каждый берет на себя ответственность в отношении. Каждый имеет право слова. Каждый имеет право отвечать. Старший к младшему означает, что старший только имеет право слова. Младший только слушает. Принимает рассмотрение. Но нельзя заставить человека быть младшим, понимаете, это приходится временем, человек уважает другого человека, начинает быть младшим в отношениях. Иногда приходится ставить на место, если человек в огонь влезет, его надо жестко поставить на место, не бояться последствий. Дальше проявлять любовь просто и все, не успокаиваться в сердце того, кого осекли, но он уже начинает уважать тебя как того, кто спадешь. Что я должен сейчас делать? Должен с любовью. Дальше человеку, который в объединении работает, чтобы мы его забрали. Иначе не будет лекция. Вот уже можно сюда припомнить. По звуку знаю. Человек опять зазвонит. Да, вы записывать в мобильнике упадете, вот четыре человека должны сейчас выйти в зал и поставить режим космического полета. Режим самолета есть. Поставить. Никто не звонит. Поставить. А? А кто же тогда звонил? Вон там кто звонил, вон тот телефон поставь. Чтоб не было, я не свободен. Видите, я мог бы по-другому среагировать, я мог бы смеяться, там еще что-то. Он просто с любовью сказал, пожалуйста, сделайте. Понимаете, да, о чем я говорю сейчас? Позиция старшего означает понимать. Позиция младшего означает слушать. Позиция равного означает иметь возможность обмениваться отношениями. Дальше, когда ребенок стал послушником, научился слушать. Вот смотрите. Что такое слушание? Это отношения всегда связаны сразу. Вот слово, допустим, послушник. Слушаться. Что значит слушаться? Слушаться. Что значит слушаться? Это значит понимать. Слушаться не означает. Иди в угол, пошел в угол. Нет. Слушаться означает принять позицию младшего и усваивать в уши то, что говорят. Называют слушаться. А кто такой послушник? Это тот, кто уже научился так жить. Принимая от старшего все, что он говорил. Это послушник. У меня есть один молодой человек, который эту позицию послушника очень упаково, как бы настолько упаково, что я удивляюсь ему. У меня есть несколько ребят, которые учатся у меня как плечить. И один из них обладает вот такой удивительной способностью. И он, чтобы я где ни говорил, он всегда меня записывает. Иногда за столом мы кушаем, я много шучу, но неожиданно замечаю диктатлон. Одни раз была такая ситуация, что я разговаривал с одним молодым человеком, объяснял ему что-то, которое учится у меня. И мы это делали на лестнице, на лестнице по переходе. Лестница вот так закрывается вверх. И вдруг я неожиданно там внизу обнаружил диктофон. Он как-то туда прокрался и положил диктофон в стуки свою. Это называется послушник. Человек готов всегда слушать. Чего бы ни говорил, шутит человек, смеется. Он все-таки засыпает себя, перенимает как бы сознание, характер другого человека. Принимает послушник, абсолютно. Когда мы учились быть старшим, ребенок естественно становится послушником. Он слушает все, что вы говорите, пытается питать себя. Это очень редкий случай. Не думайте, что вам не повезло. До этого случая вся культура должна дойти. У нас даже нет культуры таких отношений со старшими. У нас нет просто такой культуры. Мы даже вообще не знаем, о чем речь. Эта культура приходит сознание постепенно. Просто идите этим путем. И вы придете к этому. Вы говорите, как сделать так, чтобы мой ребенок начал меня слушать. Это очень длинный путь, мой хороший. Начиная с себя, заканчивая ребенком. Двернемся вперед. Если ребенок ваш начал вас слушаться, дальше у ребенка существуют определенные препятствия в судьбе. Запомните, вы никак не можете помочь человеку. Который в вас не верит. Никак. Как может духовный учитель взять на себя судьбу ребенка? Если ученика, если ученик в него верит. Если ребенок вам не верит, вы не сможете ничего сделать с его жизнью. Но если ребенок поверил в вас, в этот момент вы можете садиться перед изображением святого человека. Кланяться ему. Думать о его святости. В вас ребенок в это время не был плохой характер. Его какая-то трудность в характере. Желание обманывать. Желание злиться. Желание проказничать. И так далее. Сидит в вашем сердце. Вы хотите помочь ребенку. Так как ребенок в вам верит. Вы просто за него молитесь. Вы молитесь, думая о развышенном человеке. Не думая о своем ребенке. Но в это время поток энергии идет к сердцу ребенка. Потому что трудность же есть в вашем сердце. В это время не надо думать о ребенке. Потому что вы думая о ребенке, вы сами пытаетесь им помочь. Мы не можем сами помочь. Если бы мы могли помочь, он у него бы исправился характером. Если он не исправился, у меня не хватает сил. Раз у меня не хватает сил, я молюсь старшему. И поток силы от него идет к ребенку. И постепенно в результате такой молитвы у ребенка характер становится лучше. Эта практика возможна, если ребенок уже слушается вас. Вы тогда с помощью молитвы все черты его характера можете изменить. Просто с помощью молитвы все черты характера плохие. Но если ребенок не верит вам, ничего вы не сделаете с его жизнью. Ничего. А вера достигается трудом. Сначала самим собой, потом в семье. В семье наступает покой. Когда сердцем наступает покой, можно работать над семьей. В семье наступает покой, можно работать над ребенком. У ребёнка с ребёнком в отношении поступает покой, тогда можно молиться за него. И дальше, когда вы за ребёнком молитесь, открывается его природа. Что значит природа ребёнка? Это значит, что у него есть определённый тип разума. Природа человека бывает разной. Допустим, бывает природа конституция тела. Какие бывают конституции тела? Бывает горячая конституция у тела. Человеку надо... Это касается здоровья. Как определить, что у ребёнка горячая конституция? Он красненький постоянно. Ему хочется холодной пищи. Понять это очень легко. Я, например, в детстве съел снег. Это значит, что горячая конституция, сто процентов. Мне постоянно надо было, чтобы окно было открыто. Я спал всегда с открытым окном. И так далее. Горячая конституция означает больше холода в жизни человека. Больше сырой пищи, меньше острой пищи, для ребёнка нужно. Больше прохладного, свежего воздуха. Так надо содержать такого ребёнка с горячей конституцией. Следующая конституция – конституция, которая преобладает энергией не огня, а воды. В этом случае у ребёнка полненькое тело такое. То есть он медленно всё усваивает, надолго задерживает. У него крепкий сон обычно, и ему трудно проснуться. Такой ребёнок обычно поправляется сильно от сладкого. Не надо ограничивать сладкую пищу. И стараться организовать правильный режим дня, чтобы он не пересыпал. Когда он будет хорошо развиваться. Также больше движения над какому ребёнку. Надо больше двигаться, когда его развитие будет очень эффективным. Обычно полным детям хорошо подходит тяжёлая атлетика, какие-нибудь упражнения делать с гирями, с весом. Когда у меня нехорошо здоровье поддерживает. Вот для тех детей, которые горячую конституцию поддерживают, статические упражнения подходят. Йога там и так далее. Есть третья конституция. Это конституция воздуха. То есть ребёнок такой, у него слабый петит обычно. Он кушает понемножку, много раз. У него обычно могут быть запоры, допустим. У него он боится холода, мёрзнет постоянно. Ему нужно тепло у такого ребёнка. Больше варёной пищи нужно. Вот нужно промасливать тело такому ребёнку. Ему нужно больше двигаться, бегать, прыгать. То есть ему нужно движение. Движение лечит таких людей, у которых много воздуха в энергии. Свежий воздух лечит. Но движение. Это телесная конституция. Дальше следует. Есть чувственная конституция. Что значит чувство? Как работают чувства? Четыре вида конституции. Как работают чувства? Чувства могут быть направлены, быть наружу, позитивно. Это холерики. Как холерик отдыхает? Отдыхает. У меня был помощник. Со мной он всегда врачи ездит. Он ему дает консультацию. Вот сейчас со мной тоже ездит. Максим, он дает консультацию. Он меня учится и помогает мне. Консультацию дает. А до этого у меня Игорь ездил. И он как отдыхает? Когда он сильно устает, он начинает смеяться. Если он так смеется, значит он все, уже устал. Это по средней степени все. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Горает постоянно. Вот. И ему надо еще петь. Если он поет, что-то поет, поет. Он играет на гармошке и поет, значит устал сильно. Больше нет силы меня терпеть. Надо петь. Петь. Плясать и ладоваться. Коленки отдыхаем с помощью шуток. Дальше, это санклиник, не санклиник, человек, который радуется по-хорошему, по-доброму, есть еще калерик, это злая радость, он тоже радуется, но над недостатками другими, надо юмор, какие-то анекдоты слушать, что-то над кем-то смеяться надо, что-то над кем-то смеяться, это калерик. Это так чувства действуют, но он ничего не сделает, у человека такая природа. Дальше, еще два типа чувственной деятельности, есть меланхолик, человек отдыхает, когда он думает о чем-то печальном, печальная музыка, ему нравится, что-то такое. Пропала Мальвина, сбежала Мальвина, чужие края, это вот меланхолия. А буратино это калерик типичный, яблоко запустить, что-то проказничать. Дети по чувствам так себя ведут, калерики чем занимаются дети, проказничают, санквиники чем занимаются, все ходят, ходят со всеми слиются. Меланхолики дети сидят, смотрят, им нужен покой, они сидят в своем настроении, их надо давать им возможность так, чтобы они облетали. Есть еще климатики, с ними тяжело общаться, они ищут счастье в одиночестве, у них чувство внутреннее, правда. Четыре категории чувственной деятельности, ничего общего с разумом не имеет. Это просто природа человека, как действует его чувство. Такое тело у него может быть любое, может горячее, может холодное, может толстое. Имеет значение, это телесная конструкция, есть конструкция чувств, есть конструкция умственная. Умственная природа человека. Умственная природа тоже с деятельностью ничего не имеет, это просто способность человека строить взаимоотношения. Умственная природа связана с планетами, она связана, потому что планеты наполняют энергию луну. Есть люди по умственной природе такие, они как бы очень, все должно быть как они хотят. Они берут энергию от солнца, то есть они такие, как бы, очень наполненные чувством собственного достоинства. Все вокруг него природится, как такая конструкция людей. Это умственная деятельность на действии. Дальше, следующая конструкция ума, это когда люди хотят гармонии со всеми, луна, означает близкие отношения. Они для всех, если первая категория людей для всех вожди, лидеры, то вторая категория для всех, они для всех как семья. То есть с ними очень легко близкие отношения с людьми. Третья конституция людей, это правочки. То есть они, как бы, у них природа, ну, как бы, проталкивает ситуацию всегда. Они, как бы, всегда, Марс, вернее, Марса, то есть они всегда воевое усилие в этой ситуации предлагают. Следующая природа, это люди, которые по природе склонны общаться. Строят дружбу, дружат со всеми, разговаривают, дружбу строят. Не в таком действии. Следующая категория, это люди, которые всегда идею толкают. Надо толкнуть идею. У меня такая природа. Чуть толкнуть надо, как идею. А? Что? Дружба, это мертвурий. Полкать идею, это репетитер. В том, есть вениляция. Люди, которые создают атмосферу отдыха, они всегда вокруг них счастья и наслаждения, радость, шутки и любовь. Атмосферу отдыха создают. Есть люди, которые создают атмосферу труда. Их ничего не интересует. Когда работают, пошли работать. Все им нравится. Атмосфера труда. А где стоит ум? Семь конституций основных. Но мы сейчас говорим с вами о разуме. Попытаемся это понять. Это не тело, не чувство, не ум. Это разум. Разум означает то, что даст человеку возможность трудиться. Что будет его природой в труде. Есть четыре конституции разума. И эти все конституции разума вскрываются только после того, как ребенок стал послушником. Если ребенок никого не слушается, он сам не поймет свою природу разума. И никто не поймет. Потому что разум у такого человека спит. Когда ребенок только вытворяет что-то, только капризничает, только ведет как хочет. Он всем недоболен, надо по-своему. Это значит, что у вас нет атмосферы разума. Не установилась в вашей семье. В вашей семье нет атмосферы разума. В вашей семье царит только атмосфера развлечения и умственной деятельности. Вы приходите с работы, смотрите телевизор. Мужчина смотрит хоккей. Женщина болтает по телефону. Ребен портит, я учу уроки. Он не может учить уроки, потому что все балдеют. Надо тоже балдеть, он забиться в компьютерные крылья. Я говорю, что урвать. Но он начинает учить и улет крышу от этого денег. Потому что ему надо детской неразумной психикой менять атмосферу целости. Вот вы пробовали вставать в радом утром, когда все спят? Везло. Разумному человеку легко. Если у человека есть сила, в разуме встал, начал молиться, это вообще никто не мешает. Но если человек неразумный, у него разум слабый, он не может, понимаете? Ну как ребенок может поменять атмосферу целой в семье и начать учиться, когда все балдеют? Никак он не сможет, понимаете? Он должен будет балдеть в этой ситуации все. Там, где нет разумного существования семьи, разум ребенка развить невозможно. Если вы сами не работаете над собой, ребенок не будет работать над собой. У него нет разума. Разум у человека зреет, крепит только к 25-30 годам в наше время. Люди не разумы. Раньше вообще это было. Но, к сожалению. И так, если вы не достигли благости, то конструкция разума не проявляется. Поэтому мы с вами говорим сначала о воспитании благости. Когда люди живут в невежестве, они воспитывают детей в невежестве. Что значит воспитание в невежестве? Означает, что человек испытывает боль в отношении с ребенком и реагирует на это. Как он реагирует? Первый вариант. Пытаться его сломать. Это вы не знаете. Заставить. То есть пробить его психику. Бороться за свое. Что-то ребенок делал так, как я хочу. То есть пытаться сломать. Насилие. Если ребенок слабее психически, когда родители в невежестве, что значит жизнь в невежестве? Означает, родители ругаются между собой. Они живут как собаки, как бы в каждой своей комнате. Когда они сбегаются на кухню, они погавкаются, покажут по своей конуре. А жизнь в невежестве означает встретились, погавкались, разбежались. Все. По каждой по своей конуре. Нужна своя конурация. Нет своей конуры, значит гавкаться будем всегда. Даже в костель. Жизнь в невежестве означает боль сплошная. Люди живут в горе. Потому что каждый из них хочет счастье испытывать от другого. Он сам не создает счастья. Он не служит другим. Он просто хочет, чтобы меня в горе жил. А это невозможно, понимаете? Невозможно просто. Никто тебя не поймет в этом мире. Внимание действует через разум, через насилие. Я в один, но я в один, но никто не бойся со мной. Почему? Потому что жизнь в невежестве такая. Все мои подружки, пиятки и лягушки. И так сломить невозможно ребенка. Бывает у ребенка психика сильнее, чем у ребенка. Ну, просто ты ничего не сделаешь вообще. Вот только убить его и все. Все мне психика у ребенка. Замечательный фильм на эту тему есть. Вот это, «Побежать до китайской границы». Я не помню, какой ему российский классный фильм, показывает природу такого ребенка, который обладает огромной силой психики. Ну, то есть украли бандиты ребенка, короче. И он там такой устроил, ну, чтобы взять деньги за него. А он там такой устроил для ребенка, что они прибежали к этому человеку, говорят, мы вам возвращаем ребенка бесплатно. Он говорит, а? Деловые люди, да? Ди ребенка бесплатно возвращают. А он говорит, бесплатно возвращаете? Да нет, мой хороший. Он говорит, выкуп, вы хотите мне назад в этот ребенок, сколько-то денег платить. И ребенок остается с ними, каким-то бандитом лежит, не приходит, потому что он здорово не возвращается. И мучает их дальше. И они, короче, выкуп привезли, отдали. И тот говорит, у вас есть два часа, набежать до китайской границы. Те выбежали. Вот такой фильм, собственно. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что бывают такие дети, и в этом случае, как родители себя ведут? Ну, пошел он, надо. Чего хочешь, то и делай. Это воспитание в невежестве. Два ли варианта. Или ломать ребенка, или не обращать на него внимания. Все. Так воспитывают люди в невежестве. Почему они так воспитывают детей? А у них нет выхода просто. У них нет вариантов, потому что у них не хватает силы. У них нет любви в жизни. У них только есть желание наслаждаться тем, чем они живут. Все. В любви никакой нет в людей в невежестве. Есть желание наслаждаться. Это противоположно. Это тоже энергия любви, но противоположно. Люди в невежестве не могут воспитывать детей. Бесполезно им объяснять. У них нет шансов. Надо менять свою жизнь. Что значит воспитание в страсти? Что такое в жизни страсти? Люди в невежестве целью ставят свое личное счастье. Барабан у счастья для них. Я хочу быть счастливым, а вы, трава, не расти, живите как хотите. Я буду счастливым, и все. Если хотите вместе со мной быть счастливым, заботитесь обо мне, помогайте мне, будете счастливы. Нет, я буду с вами воевать. Это жизнь в невежестве. Концепция счастья в невежестве. Наша концепция счастья в страсти. Что означает? Означает, что мы можем жить вместе, потому что у нас есть общие цели. Мы вместе хотим заработать денег, вместе нарожать детей, вместе квартиру оформить евро-временом, вместе съездить на Майами, и у нас много общих интересов. Все эти интересы означают, зарабатываем деньги, наслаждаемся близким. Это называется жизнь в страсти. 90% людей, как живут. Жизнь в страсти означает, что нет близких отношений. Это отношение наслаждения, это не отношение близких. Близкие отношения означают служить человеку, понимать его. Для мужчины женская психика, темный лес вообще. Просто темный лес. Для женщины мужская психика, темный лес. Люди, когда они хотят наслаждаться, вдруг у женщин, у мужчин ничего не надо, кроме того, чтобы он защищал, деньги приносил, успокаивал, давал спокойствие. Все. Больше ничего не надо. Мужчинам, у женщин ничего не надо. Секс давай, еду давай, любовь давай, все. Детей давай. А у женщин, кто такая, его не интересует. Главное, чтобы можно было ей наслаждаться. Все. Это жизнь, невежество, и страсти в какой-то степени, мои хорошие. Потому что в страсти люди сотрудничают, это правда. Но сотрудничают для достижения внешних целей, а не внутренних. Их не идти, вот если, допустим, у вас семья в страсти, идите, расскажите эту лекцию своему близкому человеку. Он скажет, где ты нафиг со своей лекцией? Вот так и скажет, понимаете, почему? Потому что отношения к страсти не настроены на то, чтобы слушать какие-то глубокие вещи друг друга. Отношения к страсти настроены только на результат. Мы вместе строим квартиру, покупаем квартиру, строим дом, покупаем мебель. Рожаем детей, отдаем их в школу, выращиваем, чтобы они тоже могли строить и покупать. Все, это жизнь в страсти. Нет внутренних целей, нет отношений к угодке. Отношения имеют поверхностный характер. Люди не могут сердце друг к другу открыть. Делайте, расскажите, то, что вы услышали в лекции, если вы же вас семья в страсти. Никто вас слушать не будет, все испугаются просто. То есть ты куда попал вообще? Что за семья такая? Живи как жили, живем будем жить как все. Люди в страсти хотят жить как все. Люди в неверстве, они короли как бы, они живут как они считают, даже законы по государству, по арабану. Вот. Люди в страсти хотят жить как все, по законам. Все, по законам государства. Люди в благости живут по законам Бога, не как все. Они живут правильно. Итак, воспитание в страсте означает взаимодвыгодные отношения. Как с женой, так и с ребенком. В семье такие отношения строятся. Надо заинтересовать ребенка благами какими-то и подкупить его. Или лишить его этих благ, если он не хочет следовать за вами. Это называется манипуляцией. Или страсти манипулируют друг друга. У них нет отношений. Жена контролирует мужа с помощью секса. Не хочешь делать, как я хочу, секса не будет. Лавочка закрыта. Мужчина контролирует женщину с помощью зарплаты. Лавочка закрыта, денег не будет. Так все руки для страсти. Они или дают, поощряют друг друга с помощью, давая как бы плоды труда. Счастье, давая счастье. Они поощряют друг друга и закрывают лавочку, если человек не ведет себя как нам. Так они ведут. Никакого никаких отношений нет, взаимопонимания никакого нет. Просто есть контроль. И все с помощью позиций силы. У каждого своя сила. У женщины сила это красота, у мужчины сила это могущество и власть. Кто сильнее? Если женщина красивее, чем власть у мужчины, значит, женщина контролирует ситуацию, она лучше, она круче. Она подъебает под себя мужчину. Мужчина становится подковолученным. Делает так, как она хочет. Если больше власти у мужчины, женщина когда подгибается, она думает терять много, если я с ним расстанусь, много денег, много квартиры большая, больная боли. Нет, лучше буду униженным. Это отношения к страсти. Как с детьми обращаться? Слушаем так же. Подкупать или вызывать страх. Все. Результат никакого развития разума у ребенка нет. У него развиваются профессиональные навыки. Профессиональные навыки это умственная деятельность. Человек может стать крутым специалистом, может выучиться в пятибузах, при этом у него никаких хороших характеров не будет. Все. Много русских. Воспитание пламя со следующей темы. Поехали. Вдохновлять ребенка правильным общением. Нужно слушать ребенка, поговорить ему. Атмосфера любви вдохновляет ребенка. Раскрывать ему свой мир, когда он раскрыл тебе свой. Когда он готов слушать о твоем мире, можно рассказать про себя. Он говорит про себя, вы слушаете, принимаете, говорите про себя. Постепенно ребенок так же вас начинает понимать и оценивает вас как старшего. Это воспитание пламя со следующей темы. Начинается с контакта, установить контакты. Люди все как из коротков живут. Очень трудно установить контакты. Дальше наказывать решением общения. Вдохновлять правильным общением. Наказывать решением. Допустим, ребенок не хочет вести себя как надо. Пожалуйста, живи как считаешь нужным. Но я не буду с тобой разговаривать близко. Папа, пожалуйста, скажи мне, что мне делать в этой ситуации. Ребеночек, извини, мой сынок. Я не могу тебе сказать, потому что ты все равно не принимаешь мои слова. Ты не хочешь меня слушать, поэтому ты поступать как считаешь нужным. И он начинает чувствовать разлуку. Потому что правильное отношение это огромная любовь через них идет. Он извиняется и говорит, пожалуйста, папа, прости. Я буду делать так, как ты хочешь, но мне трудно это делать. Понимаешь, мне трудно. И он объясняет почему. У меня вот такая привычка, мне хочется всех обманывать. Понимаешь, мне трудно их в этом объяснить, папа, почему мне такая привычка. И отец говорит, ничего страшного. Я принимаю твой привычок, все хорошо, постепенно у тебя это пройдет. Ты просто когда обманул, всегда признавайся. Украл что-нибудь, признавайся. Мы даже не будем давать возможность красить. С самого раннего. Наказывать ребенка можно с 5 лет только. Лишением общения. А до этого его надо уводить. Разум человека начинает зачатки разума, появляясь с 5 лет. До 5 лет надо отвлекать ребенка. До 5 лет просто отвлекаем от ситуации. Вот означает, вот он туда полез, его вывернуть из ситуации и привлечь другой. До 5 лет ребенок может только расслаждаться жизнью. Служить он еще не может совсем. После 5 лет его надо наказывать решением свободы. Ну, то есть, потому что он в этом случае уже стремится выбрать не свободу, а родителей. У него есть выбор. До этого, до 5 лет выбора нет, потому что мозги не соображают. Он орет просто и все. И не надо в это время ему пытаться, ну, заряжать знания. Как нет, это ребенка грудного. Ну, дитя, ну, собрай график, дитя, говорю. Понимаете, вот эта вот тупость, что значит под машин детям? Тупость. Самая большая тупость означает, понимать, что, ну, считать человека таким же, как ты. Как эта, и Мореска была там про строителей. Уже сидит пьяный перед телевизором. И, ну, ведущая говорит о погоде. Он говорит, да не надо мне погоду в Москве. Скажи мне, какая погода в Таганроге. Ну, он телевизор говорит. Это, ну, понимаете, ну, вот часто родители так ведут себя с курией. Они ему говорят, ты понимаешь, что я тебе говорю? Конечно, не понимать, он ребенок, понимаете? У него вообще, как-то, этой концепции даже в голове нет, чтобы там говорить. Надо выучиться и стать человеком настоящим, понимаешь? В первом классе ребенок. Каким человеком вообще? Он не врубается, о чем речь вообще? Вот если вы покажете две мышки и скажете, смотри, эта мышка бежит прямо в эту клетку и погибает там. А вот эта мышка не бежит в клетку, она есть нормальный сыр. Почему? Потому что она обладает знанием. Вот точно так же ты, сынок, если выучишься, она в клетку никогда не попадешь. Можно так объяснять для примера игры, когда ребенок видит, правда, мышки двигают по-разному. Он начинает думать об этом уже. Очень образное мышление, очень развивается, что из образного мышления у детей опыт жизни приходит. Допустим, вот опыт жизни, а сотрудничество. Есть вот это вот из Изопова притча, по-моему, Изопова, я не помню точно, кто там. Вот. Притча какая? То есть, как детям объяснить необходимость сотрудничества. Так он объяснил отец своим детям. Он говорит, дети, пожалуйста, принесите мне кучок хвороста. Мне приносит ему кучок хвороста. Теперь, говорит, возьмите все вместе, каждый по двух сторонам, возьмите и поломайте весь этот кучок. Они ломают, не могут сломать. Говорит, вот теперь смотрите, возьмите теперь каждый по одной хворостинке и сломайте. Они берут, разбирают по хворостинке и сломают легко. Все сломано. Они говорят, вот точно так же, если вы будете дружить, принимать характер друг друга, прощать друг другу, тогда вы будете как вот этот кучок хвороста, который не сломаешь. А если вы будете сругаться и ссориться, вы станете по одному, ваша жизнь сломает всех по одному очень легко. Легкий же пример доступный. Вот так надо общаться с людьми. Надо, чтобы они на практическом примере видели, как бы, что такое арифметика. Если бы у меня было, как Буратино говорит, у меня все равно внутри яблоко, потому что я тебе ни одного видал. То есть у меня там почитания не получалось. Воспитание в благости означает наказывать решение для общения. Мы исключаем вот это вот насилие над ребенком в случае опасности для его жизни. Дальше. Воспитание в благости означает создавать благоприятную для развития внешнюю среду. Это очень сложный, серьезный вопрос. Сейчас внешняя среда в нашем обществе благоприятная для развития детей? Ужасная просто. Вот если на улице чума идет, то ребенка будет на улице спускать? А если он сильно попросится, будете? А если будет бежать на улицу, будет пускать? А если он будет ломать дверь, будете пускать? Нет. Потому что там чума. Чума означает убивает, просто убивает. Сейчас на улице чума, понимаете? Сейчас нельзя давать детям возможность свободно строить отношения с кем-то. Они хотят с кем-то дружить, создать им эти отношения. Найдите какой-нибудь клуб, найдите какую-нибудь секцию. Найдите, где ребенок ваш будет общаться. Лучше всего, если это будет религиозная среда. Вы сами ходите на религиозную программу. Там обязательно есть также организованное место для детей. Они такими же религиозными людьми общаются. Означает среда благости всегда вера. Благостная жизнь всегда вера. Странственная жизнь всегда элита. Какая-нибудь элитная, клубы там, место для общения. Где люди культивируют чувство собственного достоинства. Я говорю, чем ты. Благостная жизнь означает вера. Люди культивируют любовь. Неверственная среда означает отдать ребенка туда, где его сделают бандит. Ну, обычно неверственные люди не парятся. Просто ребенок сам бандитом становится, потому что таковые его родители. Он принимает неосознанно от них. Вот это все. Что значит создавать благоприятную среду? Надо сначала понять, что благоприятная среда. Понять надо это сначала. А понять это вообще не просто. Вообще не просто. Вот если я вам скажу, что первое, что я сделал, это выкинул телевизор из своего дома. У меня уже 20 лет нет телевизора. Знаете, я как страдаю без телевизора. Я так хочу посмотреть на Собчат. На Малахова. Там все эти скандалы, там булы и топы, которые показывают. Я так хочу. Я так хочется все это видеть. Я каждый день плачу в разлуке. Я так хочу. Я так хочу. Я так хочу. нечего знать. Можно смотреть, допустим, где-то новостное, просто смотреть, читать. Когда ты читаешь новости, психика не коррежется от этого. Когда ты смотришь видео какое-то, психика коррежется серьезно. Воздействие средств массовой информации через видео идет колоссальной силой. Мозги просто в котлеточку становятся. Зачем ребенку смотреть всю гадость? Зачем? Какой смысл? Он же очень впечатлительный, он все это всасывает. Он скажет, что надо его учить жизни. Но если вы хотите учить жизни, тогда в письмо вообще его водите, пускай он там смотрит на жизнь. Или в публичный дом. Если вы считаете, что жизнь страстная среда это настоящая жизнь, тогда водите в невежественную среду. Посмотрите, как ширяются наркоманы, пускай там поживет. Пускай ширнется, нам же все попробовать, некоторые говорят. Нам все попробовать, ну, потому что ширнется тогда разок. Пускай позанимаются сексом со взрослыми, как это делают сейчас в Европе. Дорогите, должны все знать. У них есть специальное образование для этого. Они должны трогать половые органы друг другу на этих работах, как бы в школе. А если ты не разрешаешь ребенка, тебе могут под суд отдать. Это уже называется маразм. Маразм. А в некоторых штатах Америки принято также образование в плане того, что есть секс между взрослыми, и тоже должен это изучать. Ты же образованным хочешь быть? Все знать, пожалуйста, это тоже знать, как это делается. Однополый секс. Если вы хотите сделать человека современным, тогда вот путь очень хороший, быть современным. У нас там и культура современная же сападная, а еще современнее американская. А там сейчас все уже в синий цвет перекарашиваются. И поют тонким голосом, да? Это очень большая среда, что-то внешняя среда, как создать среду. И самое главное, это научно подходить к вопросам. Ну, ребенку интересны, допустим, игровые фильмы. Найдите нравственные игровые фильмы. Ребенку интересны мультфильмы, найдите нравственные мультфильмы. Ребенку интересны там патриотические фильмы, найдите нравственные патриотические фильмы. Ребенку надо что-то смотреть. Найдите то, что смотреть достойно. Это научный пояс нужен. Сейчас каждый год выходит десятки тысяч фильмов на экраны. Если вы поищите чуть-чуть, вы найдете столько красных фильмов, что хватит на всю жизнь смотреть вашему ребенку. Ну, сто процентов вам говорю. Дальше. Очень важно понять особенности здоровья ребенка, чтобы он был здоровым. Надо понять его силы. Бывают слабые дети, они быстро устают, давайте им отдыхать. Бывают безудержные дети, надо их вовремя останавливать. Бывают дети неустойчивые психически, допустим. Надо создавать мягкую, спокойную среду, чтобы они умели психически отдыхать и так далее. Поймите состояние здоровья ребенка, поймите, какие особые условия для него нужны, иначе он будет болеть. Не надо ребенка кормить тем же, что взрослые едят. Поймите, что когда ребенок растет, его организм требует много сладкой и мышной пищи. Это не значит, что ребенок питается неправильно. Ребенок не должен питаться как взрослый, острый, жирный, соленый, жареный пищей. Ребенку нужна пища. В основном это фрукты, пища детей. Фрукты, сухофрукты, сладости и мучное. Эта пища дает строительный материал для роста. Поэтому это основная пища детей. И они эту пищу и просят. Давайте им эту пищу. Просто знайте, что эту пищу не надо есть слишком рано и слишком поздно. У ребенка должно быть дробное питание и дробный сон. Устал отдыхает. Ребенок не должен подчиняться до 13 лет режиму дня, который описывает лекцию. Устал, спит. Проснулся, активно бейся. У него мало сил, мало психической энергии. Так понять особенности здоровья, эмоции ребенка, его конструкции. Сначала телесную понять, потом эмоциональную, потом умственную. Потом понять особенности разума. Это самое главное. Первый тип детей. Это ученые. Дети, которые склонны к тому, чтобы обучаться, изучать, работать над собой. Стремятся к познанию этих детей. И стремятся к давать знания другим. Они с детства стремятся к истине. Роспышка сын к отцу пришел и спросил их Рока, что такое хорошо и что такое плохо. Это вот эта конструкция детей. Если у них что-то в голове не подниму вкладывается, какая-то концепция идеи жизни, они очень сильно страдают. У меня такая конструкция. Я очень сильно страдал с глядя на то, как мои родители живут. Я просто не переваривал это все. Я не верил, что так право надо жить. И в конце концов это родило у меня вот же стремление к постижению, как правильно жить. Это дало толчок в жизни. Любая ситуация, которая возникает в жизни, не надо ее воспринимать как наказание и проклятие. Ее надо воспринимать как трамплин для развития. Если бы у меня не было такой детской жизни, я бы не смог изучать, как правильно. Я бы не смог свою жизнь поднуть в эту сторону. Это невозможно. Нужно, чтобы что-то было. Какой-то трамплин должен быть. Какие-то трудности должны быть в жизни, чтобы развить человека. Иногда трудности ломают. Надо сделать так, чтобы ребенок не сломался. Бывают дети очень сильные, их не сломаешь. А бывают такие, что они ломаются на всю жизнь. Каймите, каков ваш ребенок. Первая трудность, с которой я столкнулся в своей жизни, я уже не помню этой ситуации. Но я победил эту ситуацию. Знаете, какая трудность самая первая в меня в жизни? Банальная трудность, обычная. Часто бывает. У меня мама хотела сделать аборт. Но не сделала. Я, скорее всего, там молился. Она прямо вот туда к кабинету подошла и назад пришла. Не сделала. Может быть, кто-то другой за меня помонится. Так иначе трудность и само дождение. Понимаете, бывает, что надо все побеждать. Есть такая деморезка. Цапля сидит. У нее во рту лягушка. Голова зашла. А руки вот так держат, за шею. И подписано снизу. Никогда не сдавайся. Она перенгнула. Как бы и цапля не может проглотить. Потому что руки лягушка в камне держат за шею. Никогда не сдавайся. Так надо жить. Даже детям. Никогда не сдаваться. Двадцать убедить судьбу. Так эта конституция людей означает стремление понять, как правильно. То есть их планы беспокоят истины. И эти люди испытывают, верят, что людей спасет знание. Их вера очень сигнал в то, что людей спасет знание. Означает конституция, связанная с тем, чтобы давать людям знание и принимать. Какие специальности? Самое высокое развитие – это священники, духовные учителя, наставники, тренера. Если человек в этой конституции не развивается слишком высоко, то он становится, может быть, просто преподавателем. Или юристом. Или адвокатом. Или врачом. Или тот, кто связан с людьми и дает им какое-то знание. Человек вообще секретарем может быть в этой конституции. И объяснять людям что-то. Отвечать на звонки. Если он не развит слишком глубоко, то отвечать на звонки, давать людям знания, где еще находятся, это тоже деятельность в этой приеме. Дальше, короткий людей. Это люди, склонные к управлению. То есть, их идея такая. Структура, правильные законы спасут мир. Правильно созданная среда спасет мир. Нужно защищать правильную среду. С помощью силы, влияния, власти засвящать правильную среду. Это люди второго типа, родители. И они, что делают в жизни, всегда создают правильную предсреду. Я в детстве занимался самбо. И разок просто боролся с одним мальчиком. Он младше меня на год. И я его заломал. И делал ему волевой прием. Он рал. А я чувствовал, что я победил. У меня чувство победы было сердца. Сидеть и делать глупости. И ко мне подошел другой мальчик. Он был тоже такого же возраста, как тот. Младше меня на год. Этот мальчик, он был необычным. У него взгляд был очень твердым. Решительным таким. Он смотрел на меня и говорит, отпусти его. Очень решительно, твердо подошел. Он сказал, отпусти его. Я сразу почувствовал, что я не хочу сопротивляться его словам. Я подчинился ему и отпустил этого мальчика. И он смотрел на меня спокойно, по-доброму, но очень твердо и смело. И с ним не хотелось спорить, возражать ему. Это конституция правителя. Человек обладает силой, управляет ситуацией. Его счастье означает, чтобы все было правильно. Такие дети хотят, чтобы все было правильно. Естественно, что когда ребенок очень маленький, кого он эксплуатирует? Родители. Поэтому, когда ребенок хочет быть ученым, он делает умный вид маленький. Он очень ходит, такой все знает. И деловой. Это значит, что у него конституция природы ученого. Она проявляется в его глупости, вот как в детстве. И взгляд у него какой мудреца, да? Он такой, как мудрец ходит, все знает, такой деловой. Это конституция ученого. Теперь конституция правителя. Ребенок с детства как себя ведет? Он командир. Это может девочка и мальчик. Командир, начальник. Ну, взгляд, очень пледный такой. Типа, что такое? Что здесь собрались? Родители смотрят, ему там год, два, возраст маленький еще. Что в чем дело? Понимаете, такое взгляд? Это правители конституции. Стопроцентно. Дальше. Конституция менеджера. Конституция менеджера означает другое поведение совсем. Спасибо. Конституция менеджера означает другое поведение. Какое поведение у ребенка? Он всегда извлекает из всего выгоду. Дошелобливые такие дети, они все под себя гребут, коллекционируют все. То есть со всеми устанавливают отношения, контакты. И ведут себя вот так вот. Они пытаются обстановку использовать для того, чтобы извлекать выгоду из него. Вот так ребенка, психика ребенка работает и все. Он с кем-то договаривается, против кого-то подговаривается, что-то копит, у кого-то что-то отнимает. Как я помню в детстве, там все копили марки, я тоже копил марки. Но мне не было к этому большого интереса. Один ребенок со мной подружился, когда увидел у меня марки. Со мной подружился. И потом по дружбе решил, как бы мне подарить очень классную цену марку. Которая оказалась просто ерундой. И он у меня подглеб все марки за этот год. Это кондиционер торговца. Сначала дружба, потом реклама своего товара, объяснение, что это надо. И потом у тебя не остается деньги. Неожиданно так все. Такие дети любят игры. Подвижные игры, активные. Конституции уже уменьшены. И они в играх всегда пытаются лидировать, управлять. Люди первого типа любят устанавливать правила игры. Люди второго типа любят командовать во время игры. А дети третьего типа любят создавать дурбировки. Они подговаривают к собой, кто-то враги. И они дружат с одними, дуют с другими. Это третий тип. Так дети все. Четвертый тип конституции означает творческие люди творческого труда. То есть им надо, чтобы делать что-то интересное. Они им все равно там, кто управляет, кто какие законы создает, кто кого выучит, кто обманут им неинтересным. Им главное, чтобы они были заняты чем-то интересным. Они любят мастерить, всякие там поделки делать. Это люди вот такого склада, им что надо найти, что им нравится делать. Все остальное они неинтересны, они испытывают огромное счастье от того, что они находят, что им правильно делают. Теперь, с точки зрения структуры общества, самая высокая конституция в обществе – это те, кто дают знания. На втором месте стоят те, кто управляет. На третьем – те, кто занимаются меньшим, на четвертом – те, кто любят творческий труд. Те, кто любят творческий труд, могут быть святыми и могут иметь более высокое поражение, чем те, которые дают людям знания. Понимаете, с точки зрения развития личности нет таких законов, что ты всегда будешь ниже тем, кто дает знания. Если ты любишь труд, значит, ты хуже. Такого нет. С точки зрения социального склада, тот, кто любит творческий труд, ему лучше подчинится всем остальным. Тот, кто любит меньшим, лучше подчинится власти. Власти лучше подчинится наставникам. А наставнику лучше всего подчинится Богу. Все должны подчиниться. Если человек не подчиняется, он, как наставник, ведет ни в какой вере не находится, у него нет наставников, он не подчинет Богу. Это просто шоколадан и обманчик. Если человек стоит у власти, у него нет наставников, он тоже заведет страну неизвестно куда. Как у нас есть эта социалистическая анекдота родного исправителя. Народ и партия идет на говно. Народ и партия идет на говно. На говно. Чтобы так не было, нужно иметь наставник. Кто-то должен подсказать. Как и не идти туда, куда не надо. Правитель очень увлечен в властью. Он идет, ему надо распореваться своего во время управления. А наставники, они помогают разобраться во всем. Они со стороны смотрят, как и со стороны. Когда человек находится внутри процесса власти, то он находится под влиянием огромных сил. Эти силы двигают его жизнь. Но когда он советуется со старшим, он может всегда выбрать правильное решение. Это очень и очень важно. Этот человек занимается менеджментом, бизнесом и должен находиться внутри закона. Если он сильно выходит далеко из закона во время деятельности, во время бизнеса, он попадает в тяжелую ситуацию в жизни. Может в тюрьму сесть, спешиться имущество. То есть он подчиняется закону, подчиняется правлению страны, в которой он находится. И те люди, которые трудятся творчески, они должны подсоединяться менеджерам. Они должны подчиняться всем, кто не стоит лучше. Когда человек обретает счастье, он может творчески пролиться и быть защищенным. Но если говорить о том, кто старше и кто развитее, это не зависит от того, какая у человека конституция, разум. Человек становится старше от того, что он молится Богу. От того, что он занимается духовной практикой, он становится старше. Даже простой рабочий на заводе может быть духовно более развит, чем его начальник. И начальник будет приходить советоваться с рабочими. Есть еще пятый неведический тип характера. Означает, что родители не выявили характер разума человека, его разума при рождении и развитии. Этот ребенок не знает, чему заниматься. Это большинство людей сейчас. Они знают, в чем делать. Не знают, в чем они эффективны. У них нет интереса ни к чему. У них нет радости в никакой деятельности. Они просто склоняются в этом мире, не знают, что делать. Это значит, что первое, что нужно делать такому человеку, это начать работать над собой. Когда человек работает над собой, это первый этап. Потом ему надо приносить пользу, начинать людям служить. Что-то делать бескорыстно для них. И в этой деятельности бескорыстно раскрывается природа человека. Он инкультивно начинает чувствовать, где он более полезен. И из этого момента он начинает счастливо жить. Как становление личности происходит в трех этих сферах? Когда человек в становлении личности в невежестве, означает ненависть к этому миру и борьба с ним. Это означает, что дети смотрят. Но если в вашей семье процветает атмосфера невежества, дети будут стремиться смотреть мультфильмы в духе насилия. Означает, что кто-то за кем-то бегает, кто-то кого-то убивает, кто-то кого-то бьет. Фильмы в духе насилия означают также вот эти все шварценеггеры. Говорят, я тебе говорил, что я тебя отпущу за ногу в девушку в столе. Говорят, я тебя отпускаю. Вот он заскорыбился. Это в духе насилия фильм. Это фильм в духе невежества. Означает, что кого-то обидели. Идет дяденька с бревном большой. Его пацца обидели. Ну, с бревном большой, дяденька его обидели. Ну, понимаете, ну, вообще, чуваки, понимаете, кого можно обижать, кого нельзя. И дяденька этот потом убивает весь фильм. Человек 200, наверное. Потом опять бревнышка идет, а ее дальше бьет. Вот весь фильм. Понимаете, это называется жизнь невежествия. Человек добивается всего насилием. И дети всегда смотрят это все. И концепция жизненной невежествии утверждается. И в результате, когда эти дети вырастают, что они делают? Они начинают совершать насилие над принципами жизни в этом мире. Они себе прокалывают все, что можно прокалывать. Делают гребешок вот здесь вот. Гребешок делают себе. Становится как дикая лошадь прижевальства. Вот. Вот. Грибы себе делают. Вот. Рисуют себе вот такие, какие-то глаза. И так далее. Вот делают все, что можно сделать, чтобы быть странным человеком. Это означает, что человек насмотрелся. Он сосал себе идеологию жизни невежествия. Теперь вопрос сразу возникает. Да если ребенку хочется это смотреть? А если вашему ребенку захочется колоть наркотик? А если вашему ребенку захочется подышать брюшным кифом? Что вы будете делать? Отгородите от этого ребенка. Так или нет? Ну так почему вы думаете, что смотреть эти фильмы все эти... Все эти фильмы смотреть, что это не то же самое? Почему вы так думаете, что это не то же самое? Только по той причине, что вы этого не знаете. У вас нет знания, что все эти фильмы разрушают сознание вашего ребенка. Есть еще двадцатые фильмы? Допустим, двадцатые сказки есть. Сказка о царе Салтане. Маутли. И так далее. Есть? А? Что? Быстро надоедают? Нет проблем. Если вы потрудитесь, жизнь в благости означает жизнь с позиции знания. Если у меня просто мои помощники взяли и примерно за месяца-два собрали целый карт-диск мультфильмов в благости. Просто целый карт-диск. И там смотреть и пересмотреть хоть всю жизнь. Понимаете? То есть надо понять, что это такое сначала. Там нет насилия, там есть знания, там есть дружба. Вместе весело шагай по простому. По простому. И, конечно, припевать. Лучше хором. Ну, то есть о дружбе, о верности, о любви. Понимаете, фильмы? А на празднике такое? Ну, погоди, это мультфильм страсти эпоху советского кино. Это детектив, начало детективного мультфильма советского. Такой, как бы, добрый мультфильм про насилие. А? Список поизучайте сами. Пошевелите мозгами. Я, ну, я, ну, я, как бы, у меня нет маленьких детей, я не согласился этим. Ну, просто подумайте на это. Становление в страсти означает приспособление к этому миру. Пытаться быть модным и современным. Мультфильмы и фильмы в страсти означают. Это Санта Береберда, вот это вот и все. Это хозяйство. Вот, то есть фильмы, в которых люди, как бы, показывают, как, какие мы крутые. Понимаете, идет. Вот, вроде, как машина. Ну, то есть, с телкой красивой. Если кто-то, какой-то козел, там, что-то хочет сказать, мы его слушаем, конечно. Ну, не очень. Ну, и такие крутые, с телкой, он что-то там говорит. Ну, мы его загушали. Но не очень. Понимаете, то есть, показывают, в этих фильмах показывают свое превосходство. Там всегда есть понятие мода в таких фильмах, красота. Надо в красивой обстановке быть, чтобы все было красиво. В райское место, какое-то понятие. Обязательно должна быть погоня какая-то. Обязательно мы побеждаем. Там смесь про страсти и невежество обязательно нужно. Мы красивые, мы крутые, мы всегда побеждаем. Мы никогда не проигрываем и никогда не умираем. Жизнь страсти. Человек в страсть не верит в свой смерть, в поражение. Он верит только в победу, в успех. Это фильмы про успех. Детям показывать не надо. Ничего хорошего из этого не было. Победа нужна. Но какая? Справедливая, правильная. В сказке про Кащей и смертного кондата. Иванушка. Алёнушка. Понимаете, про любовь сказки. Про победу, добра над злом. Да, замечательно. Золушка это кто? Это девушка с хорошими качествами. Она любит трудиться. Она очень смиренная. И она получает результат. Какой хорошего можно получать. Это правда. Всё, что правда, это надо показывать. Всё, что не правда, не надо. Конечно, какая-то интрига должна быть. Иначе никто не будет смотреть. Но понимаете, если здесь мультфильм из одной интриги, понимаете, какие-то уродливые лица. Вы знаете, что это с низших планет вот эти все низцы. Вот эти все вот бэтмены там. Все эти вот эти ужастики, это всё ад из адских планет, эти образы. Там действительно есть такие существа. Это всё рисуется этими маразматиками, которые создают такой мультфильм. И люди, так как сейчас деградации склонны, они и дети тоже это сильно всасывают, потому что атмосфера деградации очень разная сейчас. Не надо этих всех ужастиков не покупать, не показывать с ними мультфильмы. Не надо, чтобы из этих маразматических лиц состояли герои ваших детей. Я к мальчику, когда он подошел, у него вот этот вот стоит такой. Я говорю, ты видишь, что это хороший вообще человек? И он говорит, монстр. Они так называют монстры. Я говорю, ты видишь, что этот монстр хороший человек? Он говорит, да, этот монстр хороший, а вот этот плохой. Ну такой же, только плохой. А этот хабахи, потому что он всегда помешал, а этот плохой, а этот плохой, он не побуждал. Вот, и у него вся философия из этого состоит. Накачали мозги и бьет. Нормально. Дураки же есть. Первый умный был детей, наследний был и так, и ся, третий вовсе был дурак. Это правда. Бывают разум сильные детей, бывают слабые, бывают вообще нет. Изучайте, что такое было. Вы меня сейчас спрашиваете, вы как, знаете, как это, ну, инопланетяне прилетели на Землю, Олег Геннадьевич. Вот я как в этом северное время. Вы сами изучаете все, что вы, я вам просто знание даю. У вас же не кончилась жизнь, вы как бы, ну, день больше, какие-то ребенок в страсти, фильм, фильм, посмотрите, день меньше, разницы никакой нет. Вы просто начните жить в страсти. Вы просто начните жить в страсти. Не приходите домой, не надо действовать в страсти. Так. Убираем за фильма, телевизор в окно, Олег Геннадьевич, я замок. С девятых лет уже попал. И нам так делать. Все нормально, пришли домой, живем, все принимаем, всех любим. Вот, начинаем с того, что есть. Жизнь в девежестве. Хорошо, меняем на благость постепенно. Пять лет, и все в благости на то. Почему вы сразу начинаете всех улучшить, потому что хотите наслаждаться? Вы не хотите менять людей, принимать любви, а хотите наслаждаться. Все становятся в барах с нами, быстро! Не поможет такое поведение. Семью разрушить поможет в секунду. Исправление. Поменять кого-то не поможет. Кто такие фанатики? Лекции послушали, начинали действовать в страсти. Себя же не поменяли, сердце свое не поменяли, прощать не умеют, служить не умеют, любить не умеют, принимать не умеют. А менять хотим, почему близких? А потому что хочется жить счастливо. Вы знаете, самая счастливая жизнь какая? Самое изысканное счастье это жить среди благостных людей, питаться благостной пищей, смотреть благостные фитмы, думать о благостных вещах и делать, заниматься благостным трудом. Это изысканная жизнь. И когда человек чуть-чуть чувствует эту жизнь, ему все становится по барабану. Он бросает семью, детей, свое общество, друзей и уходит в эту благостную жизнь. Это называется фанатизм. Такие фанатики, на самом деле, никакой благости от этого не получают. У меня была такая ситуация в жизни. Одна девушка, то есть она мне рассказала историю своей судьбы, одна девушка увлеклась каким-то учением, бросила мужа, который находится в невесте, у нее что-то устрадит, в трассе жили. Бросила этого мужа, нашла себе молодой человек, который тоже благостный такой, и они поехали в поселение, благостное поселение, вместе жить. Я вам расскажу, что у человека сейчас, это правда, чистейшая правда, как это одна отжила. Это неправильное представление о том, что такое благость, и как ей жить. Дальше она с этим молодым человеком, то есть она благостный поступок совершила, бросила мужа. Первое, что она сделала благостным. Дальше с этим благостным мужиком, который оказался бросил жену с двумя детьми, он еще более благостный. Она вместе с ним начала жить, у них появился совместный ребенок, и так как в общении в этой были аскезы, там одни фанатики жили, поэтому все люди там сильно мучились от голода, от холода, от чрезмерного труда. И так как у них был маленький ребенок, они уже эти аскезы не могли совершать. В результате, им пришлось поехать в тот город, где этот мужчина до этого жену. Они приехали в этот город, так как у него там были связи, он начал там работать, зарабатывать деньги, и потом начал в командировки ездить слишком часто. Оказалось, он просто начал жить со своей прежней женой. Там у него было двое детей, которые он любил. Она в результате осталась без мужа. И он ей потом сказал, у нас с тобой духовный брак, а у меня с ней материальный. Поэтому я тебе буду как-то помогать во всем, заботиться, а жить я буду с ней. Представьте, она попыкалась, попыкалась, и начала искать себе другого человека. Она пыталась вернуться к тому же, у нее другая семья уже, до свидания все. А он ее возвращал, там ждал несколько лет. ребенка она своего тоже потеряла, того первого, потому что муж ей не отдал его. Знаете, с этим ребенком она начала искать себе человека, и Бог ей дал алкоголик, потому что больше никого по судьбе уже было не положено. И она с этим алкоголиком начала жить, и мучилась, и страдала, и пришла ко мне на консультацию, советовалась, что делать дальше. Благостная жизнь не означает всех бросать, мучить, перевоспитывать. Благостная жизнь, запомните, начинается только с себя самого и только с себя самого. Когда научитесь всех прощать, принимать тех людей, ту страну, в которой живете, тогда начнется благостная жизнь. Люди в страсте всегда всех воспитывают, всегда всех меняют, люди в благости всех прощают, меняют только себя. Но если вам кто-то по судьбе дам как младший, пожалуйста, воспитụйте. Если вы меньше воспитывает своих ученых, если вы отец воспитывает своего ребенка. Но воспитание означает для этого отношения сначала. Оно не возникнет пока отношений для человека. Становление для человека благости означает не воззависеть от деградации социума. Люди в страсте приспосадливаются к этому миру, пытаются быть модными. Люди в страсте пытаются быть успешными в этом мире, пытаются быть модными. они волей моды как бы следуют. И это не означает, что у них очень сильный разум против людей. Люди плавности, они идут путем веры. Они пытаются изучать, что такое вера, что такое религия, что такое духовная жизнь. Они зависят от деградированного социума. Они ищут правильное общение, они занимаются самосовершенствием. Они развиваются грамотно. Что значит грамотное развитие? Сначала человек должен развиться духовно, потом нравственно и потом профессионально. Если идет развитие наоборот, тогда человек не будет полноценным в жизни. Потому что его профессиональные навыки могут быть, допустим, он, наверное, выучился на менеджера, допустим. Но по качеству он не менеджер. Как он будет менеджером? Если он не может ни терпеть людей, ни прощать, ни ответственность за них принимать, ни жертвовать собой ради них, ни работать больше, он ничего этого не может. Какой менеджер? Он только эксплуатировать их может, доказать и увольнять. При нем все разваливается, весь бизнес. Духовность человека развивается в укропе матери. Мы с вами описываемся в стадии развития человека. Поэтому женщина беременная, ее обязанности ничем не отличаются от обязанностей монаха. Она не обязана работать. Бог дает больше средств, когда женщина беременет семью через мужа, больше средств, если женщина принимает правильное решение. Она в это время не обязана работать, но должна полагаться на волю Бога. Семья должна жить на зарплате мужа в этом случае. И родственники должны помогать. Беременная женщина обязана молиться весь день, следить за своим здоровьем и думать о возвышенных вещах. В это время формируется духовность ребенка у нее в утробе. Когда ребенок рождается, с этого момента формируется его качество характера. Качество характера формируется у ребенка по факту до 13 лет, до полового созревания. Но самые глубокие качества характера формируются в раннем детском возрасте до 5 лет. Поэтому в это время родители должны жить как святые. Они должны делать все правильно, вести себя правильно друг с другом. Ребенок тогда всасывает все как надо. Допустим, если отец матерится, допустим, не дома, а на работе. Ребенок тоже не будет дома материться, когда тот растет, но будет материться на улице. Понимаете, вы не сможете обмануть ребенка, потому что ребенок впитывает все в сердце. Он не слушает ваши слова. Есть один ученый, который доказал это. Он показывал куклы, и эти куклы, они делали одно, а говорили другое. И дети копировали их действиями слова. И это доказывает, что дети никогда не слушают слов родителей. Они перенимают это настроение и поведение. Поэтому, чтобы вы не говорили, все равно ребенок будет делать так, как вы делаете, а не так, как вы говорите. Все эти слова не имеют никакого смысла. До 7 лет. Там немножко не так, смотрите, не все так категорично. Это абсолютно правда. Это правда. Так оно и есть. Мальчику воспитывает отец, потому что отец не испытывает вожделения к мальчику. Вожделения передается, то есть эгоизм передается через противоположный пол. Девочкой наслаждается отец очень сильно, он испытывает в нее наслаждение. Поэтому воспитывать ее должна мать, которая наслаждение от него не испытывает, испытывает ответственность. К мальчику отец испытывает ответственность, а мать испытывает вожделение или наслаждается им. Поэтому мать будет баловать мальчика и воспитывать девочку. Отец будет баловать дочку, а мать будет ее воспитывать. Так устроено не ведическое общество, а устроена наша психика, понимаете? А веды просто это нашли, подметили, изучили и применили. Отец должен всегда воспитывать свою дочку. Всегда. Сын на самом начале. Просто мать является первым наставником ребенка. Мать его защита, прибежище. Но отец всегда должен воспитывать. Воспитание не означает прибежище. Мать это как часть тела ребенка в детском возрасте. Вот как он в утробе у матери сидит, так в опасность он бежит к маме. Но со временем мальчик должен, ну как бы, где-то в возрасте 5 лет уже ребенка нельзя класть рядом с мамой. Уже начинают работать половые энергии, он наслаждается уже телом женщины, а не на защиту от него принимает. А девочке можно с мамой, да. Какой-то до 20. Просто пойдет выбор, встать выбор, или мужу с мамой спать, или девочке. Потому что мужу нельзя туда подсоединяться, если мама с девочкой спит. Мужу туда нельзя под почет. Уже, понимаете, там другая среда создается. Итак, ребенок получает духовное развитие внутриутробно. Он вера формируется в его сердце. До 7 лет у него глубокое нравственное развитие идет. После 7 лет у него идет практическое нравственное развитие. Ребенок изучает жизнь. После 5-7 лет ребенок изучает жизнь. Он пытается найти идеал жизни. Девочка пытается изучать, как жить в семье. Она начинает играть в семью с 5-7 лет. Мальчики начинают играть в развитие. То есть в войну. Там, по-моему, мужчине нужна победа, женщине нужна гармония. Там девочка играет в гармонию, мальчик играет в победу. То есть всегда в этих ситуациях ребенку нужно давать нравственную среду создавать. Ясно, что в современном обществе теперь графируется очень сильно профессиональное образование. Пытаются профессиональным образованием детей учить уже с 5 лет сейчас. И впихивают в них математику, физику, химию. Все, что разрушает движение ума и разума ребенка. Движение ума означает игра в детском возрасте. С детьми надо идти образовывать до 10 лет как минимум с помощью игры. То есть игра означает любовь. Что такое игра для детей? Это любовь. Когда любовь на первом месте, образование на втором, образование всасывается очень легко. Сейчас есть такие школы образовательные, где через игру дети отдают знания, означает через любовь. Когда начинается профессиональное образование, когда человек этим начинает интересоваться, это после полового созревания, профессиональное образование в жизни. До полового созревания человек интересуется жизнью, а не специальностью. Ему нужно понять, как жить. Он больше всего интересуется, мужчина интересуется победами. Он смотрит фильмы про победу. До 13 лет. Не перечатывайся на зыне. Смотрит на победу не особенно, когда побеждают такие же дети, как он. И дети там едут на конях, там неулавимые мстители. Очень интересно, как же побеждать не будет. И же маленькие еще. И он смотрит эти фильмы. То есть, в членнические, про победу. Это надо мальчикам обязательно смотреть. Победа добра над злом. До 13 лет. Девочки смотрят фильмы про любовь. Любовь настоящую. Иванушка, Алёнушка, Змея Грёныча победили. Вот. Поженились. Какая-то свадьба пелила и плясала. Вот. Это то, что вдохновляет ребёнка. И также развитие, понимаете. Девочку надо отдавать в детском возрасте обязательно. Или чтобы она пела, или чтобы танцевала, или чтобы рисовала. Понимаете, это не то, что природа там. У моей девочки нет природы ни пить, ни танцевать, ни рисовать. Значит, она не девочка. Девочка означает любовь. Любовь проявляет честь творчества. Поэтому каждому девочку надо отдавать. Или рисовать, или петь, или танцевать. Иначе её творческая, женская энергия у неё не будет двигаться в организме. Она будет как пенёк, окрашена. Я говорю про будущее. Женщина должна быть разной эмоциональной. Эмоциональное развитие означает танцы, песни и рисование. Эмоциональное развитие женщины. Языки – это то, что женщина получает по своим способностям. Женщина склонна общаться. Она склонна заботиться. Поэтому врачебное искусство, приготовление пищи, языки, женщина получает с молоком матери. Она склонность эту имеет изучать языки, общаться, изучать, как готовить, изучать, как помогать людям, заботиться. Медицина такая на уровне заботы. Массаж там, призна там и так далее. То есть, у женщины получает с молоком матери возможность понимать, как это всё работает. Она склонна, она из этого собрана. Но я говорю сейчас про другое. Знаете, что такое узловой зуб, мастопатия, знаете, опухоли добокачественные, женственные органы, там, гормональные системы, означает, что женщина недостаточно пела, прессала и рисовала. В детском возрасте она не развилась эстетически. Это значит, что её женские энергии спят, они превращаются в опухоли. Конечно, все должны быть очень гармоничными. Они должны уметь танцевать, они должны движения очень пластичные, голос очень тонкий, нежный, красивый. Они не могут хорошо нарисовать что-то. Женщина должна быть развита в искусствах, в стихи читать. А мальчику вредно для него? Почему вредно? Нормально для него. Просто это не главное для него. Это ему, если ему нравится. Но нравится ему или не нравится, мальчика надо называть как мужчину. Означает отдавать его куда? В борьбу, там, в бег, там. Ну, что ему нравится? Кому-то бороться, кому-то бегать, кому-то бокс, там, кому-то карате. Мальчик должен побеждать. Он должен учиться побеждать. Мужчина должен побеждать. Ну, значит, тогда у вас, значит, атмосфера печали в доме. Девочке ничего не нравится, значит, маме ничего не нравится. Мама тоже такая. В тоске живет, значит. А? Интерес быстро попадает, это нормально. Надо искать, почему интерес другой. Это значит, что ребенок все всосал, то, что там надо, это не его природа. Когда ребенку, вы попали в точку, его природа, ему не надоест. Надоело, значит, надо в другой искать. Чувственная деятельность человека должна быть удовлетворена. Приходит время, вы находите, и он, как бы, в этой стезе пошел. Опять же, не всю жизнь. Какое-то время. Потом новое, что-то развилось. Ребенок, понимаете, стадии развития личности. Допустим, на определенной стадии в раннем детстве ребенку надо, вот там, где-то с двух до четырех лет учиться. Любой ребенок будет рисовать. Вот эти способности развиваются. Потом пришло время, ему надо выигрывать, бегать. Там, с трех лет у него подвижность увеличивается у него. То есть, бегают разные игры. Движения. Развиваются движения ребенка. И так далее, понимаете? То есть, космос накладывает печаток на то, чем человек будет заниматься. Почувствовали двигательные виды сердцу отдали. Почувствовали ребенок рисовать, рисовать рисование. думают... Поэтому, гимнадийские еще чем... Надо, значит, этапного украинства все. Не идите на поводу желания детей, много-много может быть желания. Переплачет, успокоится. Девочка с мальчиками дружит? Не надо. Девочки, мальчики отдельно. Отдельно надо. Обучать девочек, чтобы подальше от мальчиков. Мальчиков подальше от девочек. Они всегда тянут друг к другу, но если они начинают сближаться, разрушается личность. Девочка, чем ближе к мальчикам, тем больше она деградирует. У нее распущенность появляется. Понимаете, у ребенка должны энергию берта узнать. Берта. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко. Понимаете, ребенка должно берта найти. Он должен думать о возвышенных вещах каких-то. Когда девочки с мальчиками начинаются, низленные вещи начинаются. Сын и дочкой это другое. Это не отношения половые. Это отношения любви. Родственной любви. У них нет половых отношений у сына и дочки. У них родственные отношения. Они привыкают. Девочка привыкает к энергии. Ребенка. То есть она может быть матерью для него, если она старше. Или дочка, если мальчик старше. Надо у них формировать отношения между ними, как у родителей. Допустим, даже ребенок на год старше, он старший, понимаете. Его надо учить как отца. А тот, который младше на год, его учить как сына надо отношения друг к другу. Тогда они его развиваются эффективно. А можно это так делать? Нормально, да. Мальчик с мальчиком можно. Мальчика с девочкой нет. Нет, конечно, зачем. И это самый идеальный вариант. Мальчику в мужскую школу, значит, настоящий мужчина выучится, выросли. Девочеку в женскую школу, настоящая женщина. Но это не в нашей, понимаете, в современном собственном состоянии практически невозможно. А как тогда объяснять? Я же говорю, с позиции разума действовать. В какой бы среде человек ни жил, с позиции разума все можно объяснить. Просто установите правильную среду сначала в доме. Чего-то от чего-то вы своих детей сможете ограбить, от чего-то не сможете. Не печальтесь, не огорчайтесь. Ребенок по всем разберется, поймет все сам. Даже если он скридится в чем-то с современным обществом, если вы будете правильно жить, у него все вернется назад потом, он все поймет. Я вам такую вещь скажу. Лучше всего, если говорить о лучшем всего, ищите детский сад нравственный. Там, где детей нравственные люди обучают. Это чаще всего, может быть, чуть подороже, но зато, ну, частное образование, частный детский сад. Лучше всего, самый лучший вариант, давать детей в нравственную среду. Церковная школа, допустим, понимаете, я говорю, я не хочу, чтобы у меня ребенок был церковником. Поймите, церковная школа означает простая школа. Это означает, что духовность на первом месте, нравственность на втором, профессиональное образование на третьем. Это то, как должно быть. Потому что если ребенок не научится молитве и верить в Бога, он не разовьется как личность. Если у него качества хорошие, хорошие не будут, он все равно не сможет ни кем управлять, ни с кем общаться на работе. Понимаете, это развитие должно быть вот так идти. И это нормальная школа, церковная школа нормальная школа, понимаете. А вот когда нет никакого религиозного образования детей, это ненормально. Создавайте сами это образование. Есть частные люди, ищите таких людей, которые хотя бы в воскресной школе есть. Но вы не будете это делать, потому что вы сами не образованы в этом во всем. Поэтому, говорю, начните с себя. Не думайте, что уже поздно. Начните с себя, начните развиваться духовно. Примерно время дети ваши тоже разовьются. Можете дома давать им духовное образование, в конце концов. Няня, опять же, какую? Он же принимает характер няня. А еще вам скажу про няня. Про нянь сейчас расскажу. Няни бывают разными. Белые, синие, красные. Послушайте меня. Няня, берите в возрасте. Если молодую девушку возьмете, то няня что означает? Означает, что она готовит, стирает, убирает. Что она делает? У нас атмосфера любви в вашем доме. Атмосфера любви, кому нужна? Мужу и детям. Это значит, что получается. Знаете, как вы девну? Девну, знаете, кто это говорит? Внешне мужчина. Но чуть-чуть. Не чуть-чуть. Вот так и женщина, которая берет няню молодую, она все убирает, стирает и заботится обо всех. Проходит полик. И муж, несомненно, несомненно, больше любит уже няню, чем жену. Она же служением занимается в доме любовь, и над ним пьетами. Нельзя няне позволять готовить своим близким. Раз. Нельзя няне позволять стирать белье. Особенно белье, интимное белье, как бы все близкие. Два. Если есть возможность вам самой, как бы, строить близкие отношения с детьми, строить. Пожалуйста, пускай няня обучает детей. Это деловое отношение. Пускай няня упирает, там, мой дом. Нет проблем. Пускай няня там то-сё, там, ну, допустим, постельное белье стирает. Но если она начинает личное служение, оказывает вашим родственникам, то тогда няня заменяет в вас. А лучше всего, чтобы няня была Арина Родиона. Ну, то есть, уже возраст. Когда самый лучший вариант, тогда вообще ничего не надо. Она просто будет как мать. И к ней надо как мать приятноститься, и всё классно. Никаких проблем не будет. Главное, чтобы она не была трекинг-бок. Понимаете? Дома-мучительница. Да? Мальчики с девочками в баране в возрасте искрят. Они всегда будут конкурировать, воевать, всегда будут как-то мучить друг друга. Как мужчины? Хулиганы, да. Найдите следу хорошую для общения в родственнике. Создательную следу. Мальчик не должен общаться с девочками. Представь девочкам. С мальчиками дерётся. Лучше пусть с мальчиками дерётся, чем с девочками хорошо играть. Смотрите, когда мальчик с девочкой играет, идёт разряд. Плюс на минус. Человек теряет силу. Увеличивается вожделение в ребёнке, эгоизм. Плохие черты каратные. Мальчик имён создаётся как личность. И он попытается победить их, дерётся с ними. У него такое, как и понимание. Разве? А? Ухаживает за ними. Да. Потом начнёт сексом заниматься в 13 лет. И покупать резинки в аптеке. Думай, 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 думай и выбирай. Нужно ли ребёнка учить доводить начато до конца? Нужно. Да, отец должен делать. Учить ребёнка доводить начато до конца. Несмотря на то, что этому не нравится. Но как это надо делать? Когда у вас установились отношения, вы когда станете старше для него, то можете совершать раскизы вместе с ним. Показывайте ему, как доводить начато до конца. Пускай лучше ребенок будет религиозным, даже не в вашей вере, чем если он будет учиться в обычной школе. Потому что в обычной школе детям навязывают невежество и страсть, а в религиозной школе навязывают духовность. Навязывание возможно, но это лучше, чем ребенку навязывать что-то плохое. Поймите такую вещь, вы все равно до конца не поймете эту лекцию, у вас сейчас раздор, раздрай в голове. Вы все равно не поймете до конца эту лекцию, потому что начинать надо с себя. Я вам уже это говорил с самого начала. Понимаете, вы не сможете понять, какие фильмы ребенок должен смотреть, пока у вас у самих этот вкус не разобьется в сознании. Вы не сможете ребенка сделать лучше, чем вы сами. Это невозможно. Понимаете, когда ребенок маленький, он кажется святым. Кажется, что у него такая психика. У него просто все самое хорошее раскрыто, а самое плохое нет. Карма начинает действовать через свет человека с возрастом. Чем он старше, тем сильнее святого рук будет наружу. Сначала ничего не видно, все дети кажутся святыми. А он у меня все равно будет хорошим человеком. Посмотрим. Как врачи говорят, в скрытии покажут. Надо посмотреть дальше. Понимаете, чем старше человек становится, тем больше грязи выходит наружу. И тогда уже неконтролируемая ситуация становится. Лучше заложить сначала хорошее все. Плохой все равно потом догонят. Все равно с 13 лет ребенок будет интересоваться тем, чем не нужно интересоваться. Но уже не на таком уровне, как все остальные. Все равно он будет погружаться в вожделение. Все равно общество не сдерживает это все. Мальчики будут тусоваться с девочками. Все равно вы ничего с этим не сделаете. Но зато вы сможете сделать так, чтобы дети не занимались развратом. И чтобы они не схватили спид там и так далее. Возможно. 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 Служение Богу означает нянчить ребенка, кормить его. Все это служение Богу. Если вы это делаете для Бога, каждый раз думая об этом, ребенок становится верующим. Если вы это думаете о себе, «Мой хорошенький, я тебя люблю и забыли про все остальное», когда ребенок становится эгоистным. Ребенка возможно сделать верующим. Возможно. Даже если у вас нет времени. Запомните сам. Возвышенное служение Богу. Это нянчиться ребенке. Кормить его. Смысленный огонь. У вас просто нет знаний. Получайте знания. Все станет возможным. Да? Что вы можете отдельно ошибиться? Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Вы сейчас говорите о том, что вам дал Бог. Вам Бог дал то, что вы заслужили. Это нормально. С этого все начинают. Как? Сейчас скажу как. Звук меняет все. Я в Тольятти, когда жил, у меня был панельный дом. Знаете, вот стены вот такие тонкие, что даже люди средним голосом говорят, слышно в соседней комнате за стеной. Средним голосом, не то что громко, а громко. Все отчетливо слышно. И со всех сторон вот так вот. Какой дом построили. Молодцы. Хорошие строители. Вот. И я в таком вот доме квартирку получил. Вот. И что мы сделали с женой? Мы начали просто включать голос. голос святого человека. И он даже не слышно был соседям, но слышно был нам в наших всех комнатах. Все нейтрализовало сначала психически. Но почувствовали, что мы защищены. Нас не беспокоили так сильно, как раньше, эти все маты, перематы. Постоянно концентрировались на голосе этого святого человека и выживали. А потом эти маты, перематы все заглохли. Представляете, они все замолчали. Эти люди, которые ораны. Ну вот соседи у нас замолчали. Представляете, мы уехали в отпуск на месяц. Приезжаем опять орули. Включили на неделю святого человека и опять начали думать, успокоились опять. Представляете. Фантастика просто. Фантастика просто. Фантастика просто. Кто у кого то же самое произошло? Представляете, ну пожалуйста, смотрите. Есть опыт уже. Духовную свою музыку. Ищите. Мужика уже нашли себе? Музыку найти легче. Удобен должен быть? Да. Да? Да. Что так сказать? Ну, внести ученых ребенка, по-моему, встанет. Да? Да. Просто не расслышала, так вот. Ребенок, тот, кто вынесет вам масло. Не будет вам удобнее. Не будет копировать все ваши достатки. Он вынесет вам все масло. Это мое предсказание. Обязательность будет. В Домуска, смотрите, есть три типа кармы. Поверхностная немкая карма преодолевается в отношениях. Просто там в трава я стою, но меня назвали там лысым очкариком. Нормально? Я не реагирую. Мне не страшно. Из-за того, что сама расскажет моя жена, я буду переживать сильно. Это уже более глубокие отношения. Второе уровень отношений – это отношения деловые. Страданий больше, потому что больше связей, отношений более глубже. Производственных деловых отношений глубже, страданий больше. Еще больше страданий от близких семейных отношений. И в близких семейных отношениях страдания между супругами достаточно высокие. Но по сравнению с постраданиями от детей, от своих, это вообще цветочки. Больше всего в своей жизни человек страдает от своих собственных детей. Чем больше человек привязан к кому-то, тем больше страданий судьба посылает через него. Дети должны быть удобными делать. Конечно, в этом удобство заключается. Что они как раз под вас и предспособлены, чтобы вас мучить. Удобно, очень удобно, а неудобно будут мучить пасы. У соседа нет, неудобно. А вот пасы неудобно будут мучить. В этой точке я согласен. Ничего. Все, 19 лет уже, да? Все. Мама не существует, да? Вы страдаете, да? Займитесь работой над собой. Первый раз на лекцию, да? Как нет? Да, вам надо запомнить, что я Олег Геннадьевич, если вы не перестали. Да, все хорошо. Принято. Хорошо, хорошо, все нормально. Меня в детстве мама хотела Андрея назвать. Меня поэтому путают все. Андрей Геннадьевич. Нормально, нормально. Меня так уже не первый раз называют. Мне мама так хотела назвать. Да, папа сказал нет. Иди к Андрею Геннадьевичу. Все нормально. Женщина переняли настроение мамы. Все придет. Ваш ребенок в 19 лет ничего не поделит. Это не значит, что он всегда будет независимым. Система та же самая. Работаем над собой. Устанавливаем контакт. Начинаем строить глубокие отношения с ребенком. Постепенно вы становитесь старше, он младше. Приходит время, и можно ему давать знания. Даже в 19 лет не имеет значения. Все это то же самое. Возраст, не менее, не влияет на систему отношений, если человек развивается правильно в этой системе. Проблема заключается в том, что люди сразу немедленно хотят воспитывать ребенка. Покажите мне, как, если не устраивается? Почему? Потому что больно. Ребенок приносит сильно, боли приносит. И надо же делать немедленно. А немедленно ничего не сделаешь, понимаете? Надо сначала работать над собой. Потом на отношениях с близкими людьми устанавливать правильную атмосферу, в которой разум будет проникать в сердце ребенка. Когда кастрюли все чистые, можно готовить хорошую пищу в ней. Чистую, благостную. И готовьте пищу, воспитывайте ребенка. Все. Я приводил пример. Здесь шла дискотека, я не смог вам прочитать лекцию. У нас сначала атмосфера людей создана. Эта тема воспитания людей самая сложная. Поэтому я ее читаю очень легко. Потому что ее очень трудно доносить эти вещи для человека. Очень трудно понять, что ребенку не надо смотреть вот эти фильмы, в которых все бегают и стреляют. Невозможно донести до сознания, что компьютерные игры – это не способ развития ребенка. А если он уже не может без компьютерных игр, тогда, пожалуйста, компьютерные игры хотя бы благости. И хотя бы страсти, которые развивают профессиональный человек. Хотя бы так. Всегда принимайте что-то чуть-чуть получше взамен на что-то похуже. Тогда все будет хорошо. Если нет вариантов, просто в простую школу отдавать, отдайте в ту, где учителя думают о детях, а не о деньгах. Ищите, смотрите на директора. Приходите, общайтесь за ручной. Увидите добрые глаза по человеческому отношению к вам. Такое же отношение по всей школе будет у детям. Сто процентов. Я тоже так чувствую, что так будет. Ваш ребенок должен учиться ваш ребенок. Да? А вам хочется что-то конецкое, да? Не противопоставляйте мое мнение мнению вашему мужу. Пускай ваш ребенок учиться там, где ваша семья решила. Это будет лучше, чем разрушать ваши отношения. Я должен заканчивать лекцию, к сожалению. Если хотите, я могу еще одну лекцию по воспитанию в детстве. Кто придет? Я. А кто не придет? Ну, один человек, да. Один вопрос. Один вопрос. Ну? Так. Да? 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 Супер. Все хорошо. Не волнуйтесь. Спасибо вам. Супер вопрос. Отличный вопрос. Вопрос такой, что девочка училась в церковной школе, вышла замуж. Папу не признает только муж. Супер. Это хорошо. Так все начинается правильно. Да? Женщина признает. Понимаете, женщина кому-то принадлежит. Быти замуж, отдать замуж означает, что родители теряют дочь. Это реальный факт. Если правильный человек в благости соткан, девушка сначала предается своему мужу. Потом она возвращается к родителям в сознании, если родители не глутуют. Если они отдали ее мужу, она сначала привыкла к нему как к старшему, родители успокоенно как бы это приняли. Потом дальше, со временем, через установление отношений с мужем, с ней, формируются новые отношения, которые она возвращается в отношения к родителям. Просто примите ее мужа сначала. С ним отношения установить вам будет очень тяжело. Сделайте. И она вернется к вам, ваша дочь, без всякого сомнения. В ваш экзамен, который указан на то, что женщина всегда кому-то принадлежит. И кому она принадлежит, под того заточено ее сознание. Сначала сознание девочки заточено под папу. Потом приходит время, оно заточено под мужа. И папа уже с этим ничего не сделает. Девочка уже полностью зависит от мужчины, который живет рядом с ней. И этот мужчина руководит ее разумом. Так устроена женская природа. Но если вы будете любить ее мужа, простите ему все, когда в этом случае она так же будет любить и вас. Без всякого сомнения. Вы сейчас сами разрушаете их отношения. Непонятно, как устроена психика женщины. Так часто бывает, что это отмена, это синдром отмены, когда девочка уходит замуж, что дети сильно переживают, что она больше уже не так относится к ним. Это так все-таки на женской природе. Посмотрите женщины сами на себя. Вы же тоже так же подчинились свою жизнь семье и меньше уже думаете о своей природе. И так, раньше вы сильно были и объяснили, как устроена женская природа. Так же выпусти вашу дочь. Поэтому говорят отдать, отдать дочь замуж. Почему родители плачут? Потому что они знают все, и теперь дочь будет причина нужной. Она не будет причинам неужности. Они поэтому плачут, что прежние отношения уже невозможны с дочкой. Мне принесли бумажку. Пять минут назад будет бумажка. Все серии «Ребята» сейчас вас будут приняты. Это большое время. Знаете, что я чувствую сейчас? Сказать честно. Неудовлетворенность. Знаете, почему мы неудовлетворены? Потому что вы неудовлетворены. Почему вы неудовлетворены? Потому что вы капельку получили из океана. Точно ли так? Да. Давайте мы будем начальниться в следующей лекции только воспитания детей. АПЛОДИСМЕНТЫ Все очень много. Вы все ли прямо? Сейчас успокойтесь. У нас не время. Сейчас будем учиться настраиваться по поводу молитвы. Каждый человек должен учиться это делать. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы этого не умеете делать, значит, вы не победите у судьбы в тот период жизни. Когда заболеешь, не излечим заболевания. Когда дети уходят пьяные. Когда близкому человеку грозит тюрьма. Когда нет денег и нет работы. И никто не может помочь. Я вам могу целую лекцию посвятить просто своему опыту. Могу рассказывать десятки историй из своей жизни. Как с помощью молитвы спаслась чья-то жизнь. Вырвался из тяжелой ситуации. Победил тяжелую судьбу и так далее. Все это благодаря вот этой практике. И поэтому надо этому учиться обязательно. Тем более, что это основа жизни вообще. Веда объясняет, что человек – это душа. Душа – это частичка, которая от чего-то зависит. Нам кажется, что мы независимы все. Но смотрите, мы родились не сами себя родили. Мы не можем жить без воздуха, без воды, без пищи. Мы не можем жить без социума, без комфорта. Мы от всего зависим в этом мире. Маленькая душа, она всегда живет под влиянием чего-то. И поэтому веды говорят, не таким она становится под влиянием чего она живет. Поэтому веды объясняют, что если человек центром своей жизни ставит святость, своей вере, своей традиции, своей культуре, ничего не надо менять вообще. Пожалуйста. Своей вере, своей традиции, своей культуре – центр святой человек в моей жизни. Я думаю, рано утром настраиваю жизнь на святость. Или это может быть место святое. Или это может быть священная книга. Или имя Бога, как в курсе Мари, допустим. Понятие имя Бога. Если у человека центром является его собственная жизнь, деньги, заработок и так далее, он не сможет победить судьбу. Это невозможно. Сам себя за волосы не вытащишь. Нужно напомниться чем-то, чтобы отдать дальше свою жизнь. Эта сила дальше будет менять силу. Как она будет менять? Сначала в сердце появляется спокойствие. Потом знание, что делать. Потом вера, победа. И все спокойно при ответ нарушу. Итак, мысленно. И это все возможно только в атмосфере самоотдачи. То есть молитва работает, если мы в атмосфере самоотдачи. Поэтому мы повторяем. Я желаю всем счастья. Это не только русская фраза. На всех языках мира есть такие молитвы. Я желаю всем счастья. Мысленно планируемся святому человеку. Я хочу тебе служить. Вспомните кого-то, кого вы считаете священным. Святым. Святый Радон, Святый Радон. Если даже не вы понимаете до конца этого. Просто думая об этом человеке, вы сможете развить отношения. Или святое место. Или священное писание. Все, что вы считаете святым. Мысленно планируемся. И почувствовав эту чистоту, отдаем другим. Я желаю всем счастья. Чистоту почувствовал, отдал другому. Почувствовал, отдам другому. Что происходит? Ты становишься проводником силы, чистоты. И побеждаешь судьбу таким образом. Первый этап. Сердце спокойно становится. Потом на втором этапе вспыхивают какие-то события в жизни. Вспыхивают дела, трудности. Ты продолжаешь думать о святом человеке. Я желаю всем счастья. И смотришь, как эти трудности сначала превращаются в знание, что с этим делать. А потом доставляются вообще. Так все вместе повторяем. Думаем, как я вам сказал. Настраивайтесь. Пытайтесь это делать. Это не один год практики. Но надо начинать. Дома будете повторять книжки. Я желаю всем счастья. О своей молитвах, своей вере. И так же им кланяться и думать о благе других. А если у вас нет веры, то вот эту практику повторяйте. Я желаю всем счастья. Вера появится в своей жизни. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастью. 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 Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.